В общем, для тех, кто смотрит в записи, это седьмая, если я правильно... Да, седьмая часть трансляции Баннер Саги 2. Смотрите прошлое, пересказывать сюжет я и не смогу, и лучше посмотреть. Задуза, привет. Так, у нас еды на три дня. Приличное количество людей, бойцов, варлов и усталый караван продолжает путь. Капернаун подписался на премию. Капернаун, спасибо тебе за подписку. И впереди из ущелья вылезают драги. Да, это Экил. Хватит бегать от этих проклятых камнелюбов. А, я не записался в прошлый раз. Он в одиночку направляется к ущелью. Смотрите, брат старший заспойлерил. Сказал, что если попытаться обойти их, Экил идет. Мил подчеркивание, Лаис поддержал ваш канал на 150 рублей сообщает. Рассказывай, да. Добрый вечер, добрый вечер. Удачного стрима. Спасибо. Я издал курсы Ачпека. Поздравляю. Два девочка в чат, пожалуйста. Два девочек. Ну тебя накидают, два девочек в чат. В общем, если отправить с ним дюжину бойцов, он типа потом вернется. Пойти в атаку вслед за ним, это сражаться с ним бок о бок. Попытаться обойти, значит потерять его навсегда. Поэтому я иду за славой пойти в атаку вслед за ним. Вы добавляете свой боевой клич кличу Экила. Камни со свистом проносятся мимо, выводя из стройницких бойцов. Еще до того, как тебя успевают достать оружие. Минус 10 бойцов. Так, и Экил у нас... У меня же Больверка тут ранение. Что-то музыка пропала. Какого черта? Эй, музыка в игре пропала. А, именно музыка, звуки есть. Ладно, значит вернуться, я надеюсь. Дело в том, что раненый Больверк, он... Урон это сильно не наносит. Это же Берсерк, ё-моё. Он слабый. Слава у нас 20-ка. С одной стороны мы можем фолечку до 9-го уровня поднять. Олли мне очень импонирует, конечно. Он такие катки вытаскивал. Мы ему вымоксили напряжение, пробитие, силу, почти броню. А, и прокачали крит. Зря прокачали, собственно, пробивание. Ладно. Олли или фольку? Фольку лучше, наверное, чтобы больше... Нет, ей-то артефакт этот особо не нужен, но... Может, тогда того? Двойной урон, два силы. Ну, а следующий типа уровень. Привет, бугагашник. Так. Тяжеловато, на самом деле, потому... Ну, сложный выбор, потому что, понятно, какие... Капернау поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Миша, миша, не... Привет. Привет. Я сделал себе карту в мои 29. Это достижение. Давно хотел тебе денег покидать за такой годный контент. Ловлю, ловлю. А еще я голосовал за Готи. Не надо. Это лишняя информация. Можно взять вместо... Больверка, еще одного танка. Непонятно, кто будет ДПСить. На самом деле, Олли может нам и как танк. Да, давайте Олли повыше. Потому что у него как раз там обилка уже второго уровня будет. Блокировка урона. И два очка доступно. Здесь у нас на пробое и на крите пока что. Имеет ли смысл ему вытаскивать броню? Наверное, имеет. Раз он у нас через каменную стену еще будет работать. Поэтому давайте сделаем так пока что. Плюс у нас открывается доступ к обилкам по броне. Ладно, возьмем Больверка. Не нравится он мне. Поехали. Не помню, какого рода там армия. То есть, насколько сложно нам с вами будет с ней сражаться. Врагов приличные. Самых разных врагов. Есть три человека с порощами, с разными свойствами. Есть вот этот вот певец с сучок. Есть три весьма плотных, жирных, невидимый пес. И один никчемный товарищ, разъяренный солдат. Меньше всего проблем, конечно, с него. Блин. Это же жуть просто. Ладно. Ассасина можно отправить и поэтому убивать. Но раз у нас есть Олли, она может быть и на руку с вами. Начинать я, скорее всего, буду вот с этих двоих. Поехали. Экил. Экил, экил, экил. Риом 543 поддерживает наш канал на 100 рублей и сообщает. Добрый вечер. На ютубчике звук в рассинхрове. Если это имеет значение. Имеет, конечно, но... Ну, давайте я сделаю стоп-старт. Возможно, это поможет. Короче. Кто там дальше будет у нас ходить? Спрощу и товарищ. И этот. Наверное, имеет смысл сейчас просто подождать хотя бы один-два хода, потому что... А, что? Не понял. И это не доходит, да? Я раскидаю все равно бафы. Румный ветер куда-нибудь сюда. Нет, он тогда подойдет и соберет. Не факт, ведь не факт. Надо раскидывать вот куда-нибудь сюда. Бафы. Атака силоволи, силоволи. Стоп. Так, Больверк у нас. И уставший. И что-то у него проблемы. И ранением... Я не могу, к сожалению, собрать здесь никаким макаром баф из-за него. Но, может быть, и не стоит за него собирать баф. Нужно подходить и пробивать броню. Подходим. Он хорошо пробивает броню. Но из-за небольшого количества силы... Давайте верхнего продолжаем пробивать. Этот опасный. Так, здесь можно и нужно, наверное, уходить в инвиз. Во-первых, у него здоровья мало. Урон мимо брони из инвиз он дает. И, может, он еще поблокировать людей. Наверное, что самое важное. Олли. Олли, к сожалению, нормально не доходит. Тут все еще серьезная броня. Сплэши можно с этих броню поснимать, конечно же. И он даже опаснее. Давай троечку, чтобы просто сплэшник. Единичка пошла. Просто пробивает, понимаете? Просто пробивает. А килл не может нормально подойти. Ну, чтобы собрать. Я все бафы профутал. Все бафы пропукал. Все, что лежит, оно не собирается. И это проблема. Пес. Броньку восстанавливать резона нет. Но опять пытаюсь бафы накинуть здесь. В гуще. Может быть, Олли сможет собрать. Потому что далековато они все. Сейчас получится, кстати, это подрубит. Больно. Так, Бульверк абсолютно не в позиции. Я бью им раз. И второй раз сюда. Ну, и Бульверка тут тоже ранить будут. Короче. Этого товарища мы на восьмерку можем пробить? Меня, правда, беспокоит этот. Но он не подходит вроде бы, да? Да, ладно, давай так. Пробиваем. Ну, чтобы он не наносил уже урон. Что здесь? Либо побежать... А, я могу, кстати, вот так вот вжухнуть. Но это вредно. Сейчас нельзя просто вот подпускать этого упыря. Наверное, я подойду вот таким вот образом. Просто, чтобы его заблокировать. Потому что он явно будет на меня сейчас идти. Олли может убить этого товарища. Но, скорее всего, ему нужно... А, он же не может нормально работать, да? Он может броню позбивать. Может, например, вот этого товарища покоцать. Может подойти сюда и протоковать его. Как вариант. Или подойти сюда и пробить талон. Да, давай так. Пробиваем там 7 брони, например. Это должен... Оп! Оступиться. Хорошо. Здесь надо. Оставляем троечку. Это должен кставать уже что-то. Пошел кставать. Перед ютубом задержка в 10 секунд звук. Я не знаю, в чем может быть проблема. Потому что я сделал уже стоп-старт. И... И не помогло. Здесь, наверное, имеет смысл чуть отступить и восстановить броню. Как-то так. Ну, чтобы Больверк немножко подольше пожил. Так, один удар. Ну, собака тут напрашивается, конечно, удар по собаке. Второй удар не знает, кому будет. Ага, вот так дальше. Окей. 8, 5. Пес как раз будет ходить скоро. Давай хорошенечко его пробьем. А, это минус дама же. Сделаем. Минус дама, да. Плохо. Ну, как плохо? Бывает. Что-то поделать. Этого трогать, наверное, не будем уже. Тут надо потом будет сплэшем броньку снимать. Всеми причем. Жду. Пес уходит. Через своих, видимо, наверх. Оля может здесь сплэшануть по броне. Но я, наверное, начну с нижнего, вот с этого товарища. Проблема в том, что я сейчас не смогу армор нормально отстреливать. Это самая, самая большая проблема. Так, тут 3, 1, 1. 1 еще этого задели. То есть я скоро... Опа, это бомбочки у нас пошли. А, это... Это яйца пошли. От больверка надо сейчас отступить. Больверк будет работать по яйцу. И поэтому, соответственно, можно попробовать подойти сюда. Скажем так, да? Протоковать по броне. Или даже не по броне. Не, по броне. Больверк умрет. Это вопрос времени исключительным. Удар по яйцу. Раз. Главное, чтобы не по этому. Блин. Идут прорываются. Да, проблема в том, что... Сверху пошел экшен. Сверху пошел экшен. А там 24. Урон у человека. Я подхожу так и пробиваю ему по броне. Ну, потому что мне нужно его очень скоро убивать. А, там взрыв трубов. Падает пес. Неожиданно. Красники будет атаковать дэм. А заблочить я верхнего уже не могу. Я могу по нему на десятку пробить. Если я не пробью, то он меня... А, он меня так и так убьет. Что я могу? Что я могу? Он пробивает, убивает Больверка. Правильно? Правильно. Или я подхожу в жуху этого. Да, давай так. Единичку оставляем. Как раз его ход. Мне не нужно, чтобы он действовал. Олли может провести серию выстрелов, но с минорным уроном. Ну, наверное, это единственное, что... Давай. Шквал топоров. Максимум. Поехали. Попади. Много. Раз. Два. Три. Крит. Четыре. Ой, молодец. Пять попал. О, я оставил шестерочку. Этот уходит вызывать. Нейтрализовали буквально за один ход. Очень жирного, очень опасного врага. Так, можем убить этого. Можем... Вот этого надо сейчас нейтрализовывать. Сносим почти половину хп. Оставляем семерку. Но он спокойно Больверка почти полностью вшатывает. Больверк скорее гуф. Им можно снести броню. Наверное, к этому надо подходить, пробивать его. Броня. Даже вот так сделаем. Раз. Два. Крит удар, но ни к чему. Набивает Больверком. Нас остается все меньше и меньше. Мега опасный товарищ будет сейчас сходить. Если я только сейчас не пробью на максимум ему броню. И не протакую. Сзади ассасин вылупился пес. Ну ладно, у меня там характеристики не очень. Я только на семерку его жопаю, понимаете? Только на семерку. Но мне нужно эту семерку убивать. Девятка. О, шипы пошли. У меня как раз Оли ходит. Он может его нейтрализовать. Но только не в мели. Надо отступить и стрельнуть. Хорошо. Певец подходит. Здесь у нас четверка. Да, подходим так. Пробиваем. Очень много осталось полуживых врагов. Вот полуживой, вот полуживой, вот полуживой. А этот тоже, да? То есть мне нужно сейчас подойти, например, вот так вот пробить. Человека с прощой. Зря я так близко подошел. Ну, потому что он сейчас отбежит и певец ко мне подбежит. Этот вызвал еще одного, но базового. Не трогаем. Может быть и в инвиз? Да, наверное, пора уходить в инвиз снова. Ну что, этого надо проверять? 12 армора, извините. Так, Оля снова в строю. Только я не знаю, как лучше действовать. Опаснее вот этот вот. Наверное, имеет смысл подойти так, чтобы можно было выстрелить. И снять первым выстрелом ему броню. А вторым уже там пытаться нормально про... Здесь мы контролим нормально. Игнорируем, игнорируем, игнорируем. Хотя, может, не стоит игнорировать ради... Не, стоит игнорировать. Просто подходим к опасным людям. Вот, к певцу и к этому. Блин, Фолька еле стоит вообще. Там еще пес, не забываем об этом. Вообще, лучше, конечно, избавляться от стреляющих сейчас. Потому что они... По недостающей броне наносят слишком много урона. Поэтому убиваем одного. Входит пес. Где-то там он проявился. 5-8 у него. Воет, пробивает. И ассасин. Ассасин, скорее всего, пойдет вот на этого. Самый опасный товарищ. И как раз можно... Он и скоро ходит. И надо его нейтрализовывать. Пробиваем. Больше половины жизни сносим. Капернаум поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Мишань, нам подписали вон. Но может, что-то потише. А то она с тобой на одном уровне будет. Я могу сделать... Скорее всего, да. Скорее всего... Это из-за того, что в прошлый раз я подкручивал того же самого Сокола. Короче, виноват опять PUBG. Я сделал потише музыку. Так, 5 хитов. Но желтенький будет атаковать. Он в любом случае пробьет, да, получается? 1, 8, 5. Или забрать двоечку красного. Да, давай красного заберем. Это раз. Это пошел вставать очень хорошо, потому что я смогу... Наверное, сейчас... Давай так пробьем. Хотя, наверное, надо было все-таки по... Здесь пробиваем, подходим к броню. И ассасином пробуем тогда нанести урон. Один. Тогда не будем. Пусть кастует. Сейчас будет много. Не, немного урона. Один, два. Подходим сюда, пятерочкам. Раз. Единицу оставляем. Этого ПСА можно игнорить. Главное сейчас экилом убить вот стрелка наверху. Да, и... Кажись, у нас усталость с вами. Плохо. Не достаю. Даже обилки не достаю. Так, Фолька снимает еще броню здесь. Сейчас будет какой-то каст. Либо минус броня... А, это взрыв трупов. Минус два. Это мне на руку. Синего добивать, не добивать. Три, восемь, три. Не, давай сюда, на большого пойдем уже потихонечку. У него шесть силы. И внизу и так давай справиться. Блять. Подходим так. Такой он так. Просто пробиваем. К сожалению, обилкой я по этому урону практически не нанесу. Пусть куда-то подползать хочет. Добиваем желтого. Ой, пробьет же. Четыре. Двойка. Тройка. Мне остается пилотч, один пёс. Который проявляется с тремя единицами урона. Я и вольверка на ранение и эту подругу тоже потерял, к сожалению. Не знаю, насколько приемлемо это, потому что мне же придется, скорее всего, скоро снова сражаться. Еды мало. Можем сейчас разбить лагерь и попробовать отдохнуть. Но это победа, ладно. Победа кое-как. Кое-как. А, у него ослепление было. Понял. Да, боль в рак ранении. Четырнадцать славы. Сейчас лагерь попробую разбить. Не уверен, что там будет отдых. Есть отдых. Хорошо. Что у нас по героям по дням? Четыре-шесть. А нет маркета. У меня нет маркета, поэтому я не могу долго отдыхать. Рынок, как правило, есть в каких-то деревнях, в городах и прочее. Отдыхать сейчас это значит... Ну, я пару дней отдохну. Парочку. Надеюсь, что люди притащат под... Провизию. У меня 350 человек, никто и хапчик не собирает. Что с делом? Только едят и едят. Вороны хорошо проводят время, несмотря на усталость. По этому проходу, говорите вы. А, по этому проходу. И не поднимайте головы. Внезапно с холма перед вами с грохотом скатываются камни в перемешке со снегом. Это не совпадение, говорите вы. Оглядывайтесь поисков наступающих драгов. Видите как? А у меня там битые люди. Ну, можно Гудмундра взять вместо... Потому что Зефри пофиг на количество хп. Ну, то есть, понятное дело, что ее быстрее ушатают, но... Так, этого убрать. Что за дела? Дедушку брать, что ли? Или Сегбьорна? Сегбьорна под раздачу. Танки есть, ДПС не хватает. 17 славы. 19 нужно на левелап. Дичи не буду лапать. Скорее всего, это будет Олли, следующий и Фолька. Ну, или Зефри, если удастся набрать киллы. Не хочешь Берси попробовать? Да я пробовал его. И Берси, Сегбьорна, и Псяне остались за бортом. Тем более, он третьего уровня, он сильно отстает. Ну, ладно, посмотрим. Блин. Вообще не проще битвы. Надо расчистить камни позади от нас. Огромная ледяная скала, преграждающая путь к каравану. Там, типа, о-о-о-о-о. А лопату-то мы не взяли. И там, смотрите, стоят люди у Орла, и драги наступают. Так, как мы можем эффективнее это все расчищать? Эффективнее всего брать человека с нормальной силой. Типа, вот этого вот товарища. Я у Ешки и вжухать. С мерчем там, ураганом, например. Теперь вот выставляем двух танков. А вот прям все камни, что ли, расчистить? Раз, два, три, четыре. Тут дофига их просто. Копатели онлайн. А там еще народы, понимаете? Я же частично буду занят уничтожением, разбором завалов. На это буду тратить силы. А здесь же враги. Черт. Я думаю, что мне нужно в любом случае сначала разобраться с врагами. А потом уже заниматься снегом. Потому что... Зачистить камень немедленно, ну кайф. Ладно, давайте проверим. Впереди до сны не плохо, нужно выиграть время. Да. Если мы не уберем проклятый лед, караван не пройдет. Ага. Очень интересно. Версеркам через отброс слабых камней не расчистили. Так он же ранен, но у него там урона нет никакого. Да и там по 20, по 15 урона. Как ты, как ты расчистишь? Должен быть здоровым, чтобы просто пятнашки вот эти вот мелкие убрать. И не факт, что он... Ну хотя бы должен стагириться. Ох, так у тебя там бешенство есть, да? И танкуем мы типа неплохо. Кто будет ходить? Этот будет ходить. Ждем пока. Копай! На нас идет... А, бесчисленное множество драга. Ясненько. Видимо, надо действительно было просто копать всеми. Копаем! Минус два, три. Охренеть! Слушайте, может реально копать просто надо было? Просто копать. Да ну не, ерунда какая-то. Лазером их. Так, ладно, хорошо. Я захожу в Сумрак, попробую подблочить нижних. С этими тремя разберемся. Со стрелками будет сложно, конечно, но тоже можно разобраться. Здесь продолжаем бафать Сигбьерна. Ему нужна только атака броня, пробивание брони не нужно. То есть сила воли атака, вот эти вот темы могут помочь. Здесь я... Ой, какое бешенство, ты что, с ума сошел? Стою в дефенс, жесткий. Семнадцать девятнадцать. Р расчищена. Тут пес уже подходит. Нормально, мы блокируем неплохо. Так, бом-бом. Этот будет уже скоро ходить. Мне нужно срочно снимать у этого броню. И Олли, соответственно, врезаться в него. О, понеслась. Держи, держитесь, держитесь. Олли через обилку врезается. На восемьдесят процентов. Раз, и два. Хорошо. Здесь, конечно, можно пса пробить, но пес еще черт знает, когда ходить будет. Можно подойти к этому, его шухнуть неплохо. Или, наверное, все-таки как-то подблочить. Да, надо внизу уже блокировать людей. Так, отступаем чуть назад. Рунный ветер. Делаем. Атака, хорошо. Атака, атака. Здесь, наверное, пробью лучше по броне. Не нравится мне этот пес. Черт, как же они там подходят-то, Рьяно. Ну, сюда и вертушку делаем. Раз. Так, на два, чтобы дальнюю забрать. Так, хорошо. Делается уже скоро. Купса мы либо снимаем броню. И также добиваем его. Либо одной из двух. Броню снимаем. Ох ты, сучок. Преграждаю путь. Пробиваю без обилки. Ну, потому что жалко мне тратить пока силу воли. Он так тут не пробьет. О, то-то-то-то-то-то-то-то-то. Кто дальше будет идти? И этот будет стрелять. Как мне лучше действовать? Этот так не пройдет. Левый, наверное, блочит вот этого синего. Хотя он черт знает, когда будет ходить. И не подойдет. Не, давай лучше вот так. Я как-нибудь встану. Глядишь, кто-то из... Не, они все равно кидают гренки какие-то. А, да. Так, этот легко можно убить. Не проблема. Думаю, что нужно восстанавливать броню потихонечку. Потихонечку. Этот пропускает ход. Здесь можно убить. Хотя мелкие мне как раз не очень угрожают. Они мне наоборот помогают создавать массовочку. Поэтому здесь я просто проатакую по псу. Эту ходит кастовать. Здесь надо подходить и снова по двум атаковать. Вроде задеваем нормальным оба, да? Без дополнительных. То есть по двум клеткам, да. Слушайте, у нас завалы практически все. То есть осталось раз, два и три. Наверное, стоит здесь поставить под защитой. Сейбер! Так, ну что будем делать? Псов будем? Ушатывать не будем? Этого не стоит трогать. Мелких тоже, наверное, не стоит трогать. Они мне не мешают. Троечка у нас сплошенета. Снял, потому что хотел троечку снять. Так, дальше. Кто там будет ходить? А, этот тупырь будет ходить. Опасным. Он будет сверху обходить. Поэтому я встаю вот так вот, блочу. А, это не он. Ой-ой-ой. Тут отдых, потому что заканчивается Этот нормально блокирует. Пока еще. Ждем. Принимаем на себя удар. И появилось два новых пса. Здесь подходим так. И пробиваем. Нет, с клоном опять же. Не хватит. Ну, две клетки. Главное, вот это вот заберем. И вот это практически покоцаем полностью. А, еще же вон есть маленький. Так, фолька, фолька, фолька. Можем снять. У этого пса, наверное, это самое нормальное. Ну что? И он ходит, и мне 8 сил. Вообще не надо, чтобы они снимали. Шестерочку. Здесь тоже можно снять. Хорошо. Вот любопытно. Он сейчас будет апать атаку или нет. Можешь мне забрать одного из стрелков? Сюда нельзя. Там более-менее нормально все. Вот этот угрожает, но он ко мне не пройдет, скорее всего. Просто ждем пока что. Да! Минус броня на плюс урон. Напрашивается здесь восстановление брони фольки. Держится, друг. Благодаря обилке своей шикарнейшей. Оп, хорошо, заблочили. Надо будет один ход потратить, чтобы верхний большой вот этот вот завал разобрать. Что может фолька? Может фолька вот этого товарища ушатать? Они сейчас очень опасные стали все. Из-за возросшего количества урона. Сейчас будут пробивать уже. Даже у этого пса пятерка. Представляете? Даже у пса пятерка. Ладно, давай так, пойдем. Раз. Два. Трис. Четыре. Хорошо, хорошо. Подходит. Убьет фольку. Ой, может реально зайти сюда проатаковать с какого-нибудь излуча. Потому что у них 15 сил, а они меня достанут там просто. Этот уже больше не опасен. Да, я пожалуй вот сюда вот пройду. И попробую проатаковать этого упыря. Он еще заблочил своего. Вон, что творят они уже. Они просто пробивают уже. Так, я пожалуй пробью им потрач-код здесь. Завал. Надеюсь, держимся. Продолжаем держаться. Последний завал остался. Ну, народу трындец просто. Я не знаю, как с этим справляться. Ну, я не знаю, что он... Может, мне просто нужно снег убрать. Ни фига подобного. И доходит. Класс. Нет. Ну, я мог славы получать, если бы начал. Но я не знал, по какому принципу оно... Три славы. Черт. А у вас рестримную эту больше не работает. Работает вроде, только была жалоба, что там рассинхрон. У нас впереди деревня есть. Вдалеке уже виднеется старый брод, но между ними и вами открытая местность. Странно. Драги вроде бы отступили. Некоторые вороны сбавляют шаг, спотыкаясь о свободные ноги... О, собственные ноги. О, свободные ноги. От усталости. Что, загорят? Мне пришлось добивать. Ну, извините. Еще секундочку. Это скилл просто, это скилл. Тут. Неграсс просто оценивает. Безумный боец Экилл говорит с вами впервые после вступления в ваш отряд. Если вы туда доберетесь, говорит он, мотнув головой в сторону моста, вы все равно будете овцами, а чертовы Драги волками. Лучше оставь меня здесь, пара бойцов. Мы выиграем вам немного времени. Он обводит взглядом местности. Это взгляд человека, смирившегося со смертью. Ну, чего? Мне особо он не нужен, на самом деле. Где вы? Не желательно. Классно. Так. Почему ты не хочешь посмотреть Берси? Ну, потому что я уже определился спать. То есть... Дэмэдж дилер у меня тот же самый Олли. Только нужно броню поснимать и все. Ну и Берсер, конечно же. На самом деле, кел мне особо не нужен. И, в общем-то... А сражаться не хочется, потому что еды нет и ранения есть. С парой бойцов. Не, давайте. Если хочешь умереть, сделай это у старого. Выглядит удивленно. Если бы я знал, что тебе так нравлюсь, я бы давно с тобой поговорил. Выбросайте свирепый взгляд на метателя топора. Ха! Уверен, что не хочешь, чтобы я вернулся и прикрыл тебя. Только посмотри на этот сброд. Их даже снежками можно убить. Ладно, посмотри, что можно сделать. И спасибо. Экил быстро кигывает вам. Я пропущу нескольких. И ты их убьешь. Тогда не особо... Тогда не только обо мне служат песни. Вы качаете головой и оставляете экила с его планами. Минус пять бойцов, минус экил. Реально, у меня там ранение, 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 ранение. Добраться, купить хавчиком. На стране ухудшилось. Люди помирают. Боги из всех мест для последней битвы. Последняя битва? Мы оказались в старом броде. На выстроенном броде, который должен был рухнуть еще сто лет назад. Что, неужели конец игры подходит? Нам нужна вода и сон, говорит Фольк. Она права абсолютно. Они помогут нам. Не нападай на них. Стена щитов, говорите вы, и вам кажется, что говорите. Усталость мешает... Или вы кажется, что говорите. Усталость мешает думать. Никто не строится. И со стороны здания близ Старого Брода к вам направляется большая группа людей. Впереди идет невысокий полный человек. Наемники, да? С виду вы и горшка ломаного не стоите. Не говоря уж о настоящих деньгах. Вы тянетесь к своим топорам, но копейщики ясно дают понять, что этого делать не стоит. Спокойно. Вот уж точно не стоит проливать друг другу кровь. Пусть сначала Стена Тьмы или Драги попытаются. А? Драги, словно эхом отдается у вас в голове. Они не знают, что делают. Он морщится. И даже Фолька, подняв голову, смотрит на вас с подозрением. Нам поручили держать этот проход открытым для кланов, которые идут в Арберанг, говорит человек. Так что мы знаем. Так что мы знаем. Мы собираемся убить как можно больше этих драгов. Экспа. В голову приходят угрозы и команды, но вы их так и не произносите. Тяжелый переход, сражение, недостаток сна. Все это наваливается на вас, и вы падаете на колени. Вы пытаетесь удержаться на ногах, но позорно падаете головой в снег. Спаааать. Пурпурная молния и темное солнце. Что это все, демон, побери? Почувствовав, что за вами наблюдают, вы вскакиваете на ноги и тянетесь к когтю и клыку, но их нет. Вы в ярости рычите. Коротышка у входа делает шаг назад. Спокойно, Больвер. Никто не собирается тебя трогать. Вы встаете на ноги, в висках стучит. Где вороны? Спрашиваете вы. Я разбудил сначала тебя, отвечает он. Но остальным тоже пора вставать. Я дал вам поспать сколько мог, но у нас почти не осталось времени. Он кивком показывает на триставной стол. На нем лежат ваши топоры, целые и невредимые. Кто ты? И что тебе надо? Спрашиваете вы. Меня зовут Хадр. Но через несколько часов это будет неважно, отвечает он. Мы пришли из Акура. Мы стояли в арьергарде армии кланов, которая пошла в бой на короля Ворберанги. Неожиданно. С топорами в руках вы спрашиваете. Ну и что тебе надо от меня? Я не боевой командир, говорит Хадр. Я всего лишь застрельщик. Как и все здесь, горжусь тем, что пока не сбежал. Все просто. Ты умеешь воевать? Так скажи нам, что делать. И мы это сделаем. У нас есть бойцы. И им пригодились бы советы или поддержка, продолжает Хадр. Может мы построим заградительные стены из частей домов. Решать тебе. Но времени на что-то большее все равно нет. А мы не ждем чуда. Чем бы все не закончилось, я рад, что ты оказался здесь. Очень похоже на оборону финальную в первой части. Там, где мы выбирали, что делать. Там на мосту сражаться, там баррикады строить. Холодный воздух вас освежает. Вы оглядываетесь и с удивлением видите, как отставшие от каравана идут по мосту. Вы набираете пригоршню снега и сжимаете его в кулаке, пока вода не начинает капать на землю. Молчаливая дань памяти ваших погибших воронов. Так, варлы драги послала плюс пять. Маркет. Еда. Так. Три пробивания. Может там еды дадут? Volunteers. Добровольцы есть. Мне там дня четыре, наверное, нужно еще отдыхать. Не, все, все, все живые. Это хорошо. Все живые, видимо. Вот как раз мы когда поспали, здоровье восстановили. Восстановили. Это радует. Блин, предмет на пробивание бы взять, но мне до сих пор, до сих пор ничего подобного нормального не было. Да, надо взять и Оле дать предмет на пробивание. Или на силу. Или качнуть его просто на предателя. Это шанс двойного урона, до девятого левела качнуть. И не надо ничего будет брать. Решено. Оле девятый уровень, метатель топора. Три очка доступны. Можно ему апнуть крит. Самое простое, 20% вероятность критического урона. Это не трогаем. Можно пробоя апнуть еще. Раз, два. Тоже хорошая тема, потому что будет мимо брони часто бить. После этого мы ему выдаем предмет. 30% шанс двойного урона, плюс 2 единицы силы. Топчик. Просто топчик. ДПС. 6 славы, правда, осталось. На нее особо не разгуляешься. Жалкая килла. Ну да, но он псих. Ну-ка, он хороший псих. Бойцы, мужчины и женщины из Акура и других северных городов смотрят на вас. Покажите мне стену щитов, рявкаете вы. Лишь немногие нехотя поднимают щиты. Поэтому вы бросаетесь на них, и перепуганные люди бегут со всех ног. Некоторые падают. Страх или недисциплинированность, кричите вы. В любом случае вы погибнете при первой же атаке. Стена щитов! На этот раз все бегут, смыкают щиты, подпирая друг друга плечами. Вы все равно пробиваете стену, но на этот раз у них получается лучше. Фолька и несколько воронов помогают вам исправлять стойки и удары. Но больше всего вас удивляет прибыльчая членов клана из Биндала. Мы не ожидали, что ты доведешь нас так далеко. Но мы здесь, говорит один из них. Пора и нам потрудиться. Надеюсь, мы не провалим все дело. Минус 100 людей. 100 бойцов. Конвертнули. Нормально. Вы показываете добровольцам, как укрепить стену щитов. Через час вы приказываете всем отдохнуть и приготовиться к настоящему бою. Фолька спрашивает, когда вы остаетесь одни. Думаешь, это что-то изменит? Они готовы сопротивляться, так что уже изменило. Они могут приедать нас в предназначенном. Так что, возможно, нет их сразу перебьют. Я тоже так подумала, говорит она. Ну что же, по крайней мере, теперь они чувствуют себя как воины. Это лучше, чем бояться. Вы пожимаете плечами и уходите. Сколько еще можно поговорить? Поговорим. Войтельница подтягивает ремни на доспехах, свирепо глядя на вас покрасневшими глазами. Если тебе есть что сказать, говори. Мы скоро умрем. Не обязательно. Мы могли бы уйти. Прямо сейчас. Кто бы нас не преследовал, им даже шаг не придется сбавлять. Нам будет негде спрятаться. Тогда бросим эту проклятую повозку здесь. Пусть драги ее заберут. Я дал клятву. А еще мне нужны деньги. Клятва не стоит наших дурацких жизней. Именно столько стоит и клятва. Начинает себя вести как ворон. Именно столько и стоит клятва. В наступившей тишине вы видите, как глаза Фольки наполняются слезами. Мать, ну ты чего, ну. Я не хочу умирать. Не сейчас. И твоей смерти тоже не хочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята. Женщина мечта. Ой, у меня такой же бобер с руками. Смотрите на футболке. А-а-а, ничего себе. Да. Я чувствовал эту взаимосвязь. С самого начала. Похода. Ой. Такие разговоры запрещены в отряде. Но вы поворачиваете голову, давая ей время взять себя в руки. Шуру-мурую Фольки. Ну, не знаю. Что бы ты сделал, если бы кому-то, кому-то был предан многие годы, перестал быть прежним? Так, и я бы убил их и захватил. Власть хочет попробовать. Я пытаюсь понять, что со мной происходит. У меня нет времени разгадывать. Я пытаюсь понять, что со мной происходит. Ты сам сказал, что мы скоро умрем. Какой у тебя план? Голос в моей голове звучит все громче. И я все время стараюсь заглушить его. Голос громогласа. Скорее всего. Но громоглас мертв. Его тело. Он спит. Думаю, стрела удерживает его в таком состоянии. Фолька кивает. Такой вывод не кажется ей притянутым за уши. Мои сны. Это то, что он видел. Валки каким-то образом предали его. Они работали с Сундром? Наверное. Но это больше связано с Эйвендом и Юноной. Да-да-да, эта парочка точно там замешана. Они что-то сделали. Что-то плохое. Думаю, даже Зефр не знает, что они сделали. Вы вместе смотрите на Зефр. Зефр Валка глядит в огонь, погрузившись в свои мысли. Ну так что это все значит? Ничего, если мы умрем здесь, это значит, не доверяй Валке. Не доверяй Валке. Но Зефр сказала, Юнона убили за то, что она контролировала чужие мысли. Она могла убедить людей, что ей можно доверять. Не я вас прерывает рог разведчика, призывающих всех бойцов на мост. Если мы переживем, кое-кому в Манахаре придется передо мной ответить. Вы стремительно несетесь на поле боя. Ваша ярость нарастает с каждым шагом. И Винда опять говорит, перезапусти меня, в смысле обнови меня. Мощь, товарищи, кто смотрит на ютубе и жалуется с задержкой. Я не знаю, в чем именно проблема. Делал уже стоп-старт ретрансляции. Это не помогло, поэтому переходите на Twitch, переходите на Goodgame и смотрите. Смотрите здесь, если, конечно, есть такая возможность. Потому что непонятно, что там с... Может, связано опять же с этими заблокировками какими-то. Не важно, короче. В любом случае, я сейчас это не исправлю никаким макаром. Мощь дракского войска, стоящего с другой стороны моста, одновременно ужасает и восхищает. Их страшный гул сотрясает землю. И вы задумываетесь, выдержит ли это старый брод. Страх повис в воздухе. Вы смутно слышите, как кто-то убегает, но ваши вороны, вопреки всему, стоят твердо. Не отступают. Вы позволяете себе испытать минутную гордость за них. Внезапно высокая стена драгов начинает двигаться. Ох, и там... Кто это? Не понял. Знакомые лица. Слушайте. Это же босик будет, да? Подождите. Этого певчего мы где-то видели или нет? Это же этот. Молодой. Ученик Юноны. Или кого там. Да? Это он? Ну, мелкий, которого... Да, ученик Зефра. Ученик Зефра. Ооо... Ооо... А, Никельс. Да, точно, это Никельс. Да... Беда. Что-то будет сейчас. Работаем. На ним такой огонечек был, как будто босс будет. Фига! Вот он стоит. Офигеть, сколько их. И наших тут. Это Никельс, но он мертв. Не обманывайся, это не Никельс, а Безглазая. Та самая Безглазая. Так. Не отталкиваемся от того, что... 9-9 всего лишь у него. Но, скорее всего, после того, как мы его убьем, появится босс и нанесет удар. Так. Ох, наших сколько, вы посмотрите. Аутслэш активирует премиум 6 месяцев. Аутслэш, спасибо тебе за активацию премиума. Оф, там стоят. Кто-то сидит вообще. Ох. Неплохо. Отталкиваемся от того, что это не вся армия. То есть, может быть, подкрепа какая-то. Опять же, Безглазая еще может внести свои коррективы. Что-то у меня с броней тут беда какая-то. А, минус 2 броня. Все, понял. Зато урон высокий будет. Он прям сейчас ходить будет. Он уже что-то делает. Что он сделал? А, он ремонтирует броню. В принципе, можно его не трогать. Он, если он не будет реально ничего делать, кроме ремонта, который у него скоро, кстати, закончится, то, ну, welcome, пожалуйста, ремонтируй пока там. Потому что если я его убью, например, да? И вылезет босс. Ну, зачем мне это? Пока дальний будет подходить, мы трех мелких спокойно ушатаем. Немножко подставляюсь. Вот опасный черт. Сейчас бафчики, возможно, этого подрежут. Блин, как неудачно закинуто. Кто там дальше будет ходить? Не достает? Очень скоро не достает. Ну, предлагаю подходить и мочить. Отвратительное решение, потому что я сейчас про такую заднюю... Могу, 50 и 50. Не, нормально. Обошлось. А кто будет ходить? Давай посмотрим прям четенько. Никельс, 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 норильский никельс. Пока тогда временно сюда подойду. И поставлю блок. Чуть ближе просто. Ну да. Провоцирует, сучок. Но ударив его, мы получим гораздо больше проблем. Поэтому, наверное... Наверное, это не самый мудрый поступок. Давай так. Валка отдыхает. Надо остальными чуть назад отступить. Ну, чтобы не попадать под стрелков. Я и так попадаю, блин. Вот гад, а. Кто там дальше? Это тупырь, да? Давай попробуем его остановить. Оп, извините. Здесь имеет смысл... Или пробить его лучше. Ну, он доходит просто до бульверка. Мне вот это вот не нравится. Наверное, я останусь здесь. И попробую поблокировать урон. Не факт, что надо бульверка пойдет. Жмусь в угол. И опять Никитс, который подходит. Можно этого убить. Но не хочется мне его убивать, на самом деле. Но... Но я убью. Здесь тоже не хотелось бы трогать. Людей не доходит. Доходит, но не будет урона. Можно подойти к Никельсу, снять армор. В принципе. Ну так, на будущее. Чтобы он может чуть-чуть подрезать по хп. Семерочку в него кинуть просто. Главное, не критануть здесь. Блин! У меня же там 30% крита. Капец. Так, ладно. Появился босс. Липучая хворь. Заражает и отбрасывает цель. Один урон. Селезаход. Заражает цель. Обладание. Демонтирализуется. Входит в тело любого погибшего воина. Незамедлительно вступает в бой. Осколки. Неизвим. Причтение заклинаний. Затем броня. Величиной менее 7. Взрывается на себя. Что? Осколки. Неизвим. Причтение заклинаний. Затем броня. Драгов. Величиной менее 7. Взрывается на себя урон всем вокруг. Что у нас тут? Это и есть он. Этот не мешает. Не добегает. Этот забей. Этот опасен. Но сделать мы ничего не можем. Можем вот так вот встать. Немножко подблочить. Нужно восстанавливать броню уже. Я бы конечно еще немножко назад отступил. Не нравится мне. Восстанавливаем броню. В первую очередь. О. Такой сплэш можно сделать хороший. Вот сюда передислоцируемся. Ну нужно этого товарища ушатывать. Ну нужно этого товарища ушатывать. Раз и удар. Хорошо. Блокируем. Хорошо. Четверка тройка. Ну подставляться не хочется. Я просто подойду сюда. Шесть четыре. Шесть четыре. Шесть четыре. Назад. Подкачиваем и потихонечку выщелкиваем. Единственное, что мне нравится ситуация, что стрелки, вы видите, они нет-нет до атакуют. И сейчас Больверка могут шатать. Я обойду вот таким вот образом. Чтоб он уперся мне. Да. Троечка. Ну давай, единицу. Единицу хп оставим. Плохо. Да, Больверка зря я подставил. Безусловно, была ошибка, но... Ремонтируем фольку, потом ожидание. А Больверк уже все. Он сгодится только на... Ну, босс, правда, очень долго будет подходить. В этом плюс. Больверк сгодится для убирания армора. Это вообще ези. Зря я его так подставил. Этого уберем. Сколько вперед. Здесь нет урона. Но броню методично снимают. Это неприятно. Ладно, убиваем. Ради славы. Там в следующем будет ходить этот упередем. Назад отступаем. Сейчас самое опасное вот этот товарищ. В него, наверное, надо влетать. Будет. Раскидываю бафы Олли и Больверк. Для них в первую очередь. Сила воли, броня. Что там еще? Атака. Ты отдыхай. Надо подходить и пробивать вот по тому, по броне и сплэшем задевать. Тем более плюс три к броне. Давай так на пятерочку. Раз. Раз. Еще по этому сплэшу можно. Что-таки? Да, отгак. Самоны или мины? Мины. Мину выкинул. Так, вижу атаку. По шестерочке можно, да? Поехали. Девятка или в принципе его ушатать? Одиннадцать четыре. А кто будет ходить? Этот плевать. Этот плевать. Этот не дойдет. Этот дойдет. Ну, короче, я вот этого большого пытаюсь. Ничего себе. Он уже что-то кастует. Поднял. А-а-а, понял. Все здесь. Вот он враг. Вот он. Что же делать-то? Уж атак-то его с ударом о гулу. Но нужно ли мне этому? Мне вообще лучше без ранений обходиться. И пока я без ранений. И его надо игнорировать. Его надо обязательно игнорировать. Слишком много врагов. Рядышком. Кто дальше будет ходить? Ни о чем, ни о чем. Вот опасный товарищ. Но он, скорее всего, в меня упрется. Поэтому мы просто отдыхаем. Отсадим броню, сколько живем. Этого не трогаем, получается, да? Можно собрать силу воли. И подойти, типа, потанковать. Вот так вот. Пацанам помочь. Это было на максимум. Мне же все равно сила воли уйдет. Так, подходит. Сейчас вот в куче нужно жестенько работать по броне. Вот прям вот там все настолько кучно. Глаз радуется, но... Отдых. Да, этот... В принципе, подойти сюда, ударить по броне уже будет хорошо. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть человек мы заденем. Но Бульвер умрет, скорее всего. Либо надо его вообще выводить сейчас. Не наносит, не наносит, не доходит. Да, 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 не надо им подходить. Ага. Что-то начал кастовать. И уходить вроде отсюда не хочется. Понимаете? Я стою плюс две единицы брони здесь у меня из-за этого. Потому ударить не могу. Будет ходить этот, будет ходить этот. Да, неудачно, конечно. Ладно, давайте тогда позащищаемся. Хорошо. Так, ну у тебя какая тема? Ты можешь раз, два, три по броне вжухнуть. Или поэтому лучше, поэтому лучше. Раз, два, три. Здесь должен держаться. Так, ассасин. Ты, в принципе, можешь его вжухнуть, да? Это не пройдет. Ну как не пройдет? Итак, не пройдет. Подождите, сейчас посмотрим. Да, он не проходит. Может реально сейчас ассасином этого уже бахнуть? Следующий будет, черт знает, когда ходить? Да, давай. Раз. То, что этого блочить не нужно уже, тот не важен. Ааа, забыл я про взрывы. Оплатился за это. Нужно срочно восстанавливать армор. Ну что, гудбундером мы, может, бешенство сделаем, откинем этих двоих. Без фанатизма, но просто чтобы... Чтобы было... А, нет, я же по своей достану! Нет! Фолька, прости. Фолечка, какую глупость я сделал. Срочно восстанавливать броню, кому? Тебе. Дурак! Так, бульверк должен врываться, вот этого товарища месить. Удар, удар. Крит на два. Еееее. Сейчас получится кто-то. Да, бульверк терпит. Так. Этот не проходит, если я вернусь назад. Ну, я хотел бы броню снять. Раз, два, три, вот так. Ну, хотя это не угрожает. Кто дальше будет ходить? Нет, будет ходить. Или подойти вот так вот и броню у дальнего снега. Да, и он тогда не пройдет. Нормально, тогда мы и Оли прикрываем, и по броне тут жуками. А, и он перестал крутить. Это хорошо. Смотрите, я с места могу. Этого не стоит трогать. Могу вот по этим трем проатаковать неплохо. Этого не стоит тоже убивать. Ну, типа вот так вот. Раз и два. Какая-то сомнительная тема. Не нравится она мне. Но ничего более выгодного я не вижу. Раз, два, три. А, сплэша нет. А, тот вызвал. Тот вызвал все-таки. Так, здесь можно уйти в инвиз. Тем более, что у ассасина особо других вариантов-то нет. И я бы ушел в инвиз, прикрыт немножечко больверком. Вот смежная клеточка здесь как раз. Хотя он уже скорее гуф. Так. У нас все еще есть босс. Есть еще живые товарищи. Надо понять, как мы с вами дальше будем действовать. О, этот гад будет атаковать меня. Вот этот вот пырь. Если я его сейчас не пробью, то он не пробивает больверком. Он и так-то может его пробить. Но если будет у него семь атаки, может он броню... О, молодец какой! Вот это хорошо. Тут мы восстанавливаем еще броню. Уфольки. Больверки еле-еле держатся, но это... Я не думаю, что им нужно вообще ходить уже больше. Все, хватит. Дай бог он там выживет как-то. Так. Тут можно опять сделать сплэш и покоцать вот этих вот двоих. Наверное, да. Фолькой так продолжаем пробивать. Можем подойти так и пробить этого по... Да, давай. Олли подставляем. Дудим. И еще стреляем, чтобы у этого и у этого снялось броню. Ой. Нехорошо получилось. Кто там остался? Это сравнительно ерунда. Это далековато. Это опасен. Давайте тогда ассасином снова... ...нейтрализуем одного из стрелков. Хорошо. А сейчас доходит. Ха-ха. Прикольно. Плохо, плохо. Доходит, пробивает, будет больным. Здесь можно типа по двоим пробить, но опять же я тогда провоцирую и... Нет, нельзя так делать. Надо блочить, наверное. Короче, да, нужно вот сюда вот проходить. Пробивать броню, чтобы до боли врага не доходил, товарищ этот. Ой, больно будет. Ой, больно, больно, больно. Класс. Еще восстанавливаю броню базовую тут. Держимся. Отбор слабых я сделать не могу, потому что... Как мне босса убивать? Ну, хотя у Оли есть. Главное там до пилыча довести. То есть убить всех, кроме босса. Легко сказать убить всех. Ладно, это ваншот. Вот этого надо подрезать. Это тоже гувчинский, тоже гувчинский. Этот не доходит. Потенциально, что у нас тут по... По врагам. Нет, больно не может, к сожалению, так подойти. Нормально. Ну, наоборот, нужно, повторюсь, отступать, чтобы его... Он ранения не получил после этого сражения. Итак, Фолька. Тоже раненая. Урон нормально нанести не может. Все еще хороша в пробивании броней. У этого может снять броню, задеть этого товарища, но это не столь принципиально. Подойти так, чтобы достать до дальнего, это слишком рискованно. Пробить броню только точечно у этого мало... Ну, не очень ценно, потому что... Точно надо подходить сюда, пробивать броню у этого. Потому что у него 12 сил и... Держимся кое-как. Тут снять пятерку, наверное, надо будет. Слушайте, а я Оля же подставляю. У меня уже все, у него брони нет. Ёпар, СТ. Этот будет ходить. Может, тогда... Да, надо подойти вот так вот, просто проатаковать. Я отдаю. Ассасина, скорее всего, сейчас. Но зато... Спасаем Олли. Ох, тут можно раз, два... Стоит ли врываться сейчас? Гун мундром. С яростью. Мы ушатаем сразу двух лучников. У меня еще вот этот товарищ 13-13. Папа-па-па-па-па-па-па-па. Раз, два, три, четыре. Ради славы, разве что. Не, нельзя. Ну, то есть, надо врываться, но не так. Надо врываться только для того, чтобы... Пробить броню, скажем, вот у этого упыря. Тоже на будущем. Опасный товарищ. О-о-о, все, гг. Там же еще... Эт, пращур стрелял. С пробоем. Мне получается уже не к кому убивать врага. Два, шесть, три, семь. Самое сильное осталось Зефр. Это печально. Надо как-то уходить. Тоже. А и так он до меня доходит. Тоже косяк. Тоже косяк. Нет он. Да, зафейлином. Просто зафейлином. Делаю ветер. Возможно, там ворвемся бульверком. Ну, как ворвемся? Он же даже не добежит. Бафы хорошие, но толку мало. Воли падает. Давайте сейчас. Нет, нет, нет. Семь брони давай. Десять. Какой урон. Это минус. Не, не минус. Самая большая проблема вот в этом. Ваншоты просто. Да. Что не так там? Так, здесь мы поговорили. Стараюсь те же самые ответы дать. Карми за спиной и помочь некому. Да. Можно попробовать сейчас другую тему. Попробовать сразу эту подругу убить. Хотя, на самом деле, она вообще мне не мешала. То есть, вот эта вот дама, босс, она, ну, просто одна там единичка, которая бегает и все. Абсолютно не мешала. Не в ней проблема точная. Проблема в том, что я там берсерком наполучал. Зря. Абсолютно зря. Но разнообразие ради можно, учитывая то, что у меня все равно есть время на старте, пока все остальные подтянутся. Может, я вообще просто босса, как обычный отбак. Да, кстати, это тоже опция. Возможно, мне не нужно сражаться со всеми остальными. А достаточно просто босса убить. Я прохожу вперед. Никельс там что-то кастует. Я болверком, кстати, добегаю до нее, если мне повезет. На бафы впереди. Ну, хотя его в любом случае, там же проблема не... Ох, три бафа собираем по пути. Класс. Да, ладно, попробуем, чем. Добрый день. Девяточка просто. Раз. Ну и появляется. Подходим. Прикрываем. Сейчас так у нас больверк потерпит. Хотя 15 брони может выдержит несколько ударов. Герой пошел. Трачу много сил и воли просто для того, чтобы добраться до врагов. Оно того явно не стоит. Здесь мы прячемся. Так, и она потом добегала и вселялась, да, получается, в Трубчанский. Здесь она сюда добежит и снова появится. В прошлый раз она появлялась там где-то в середине вообще поля боя. Кстати, дырки такие есть на карте, вокруг которых можно строить оборону. Ну, конечно. Вольверк, бедолага, уже без брони стоит. Ладно, сейчас мы попробуем ему накинуть, подремонтировать. Меня беспокоят люди с прощами, которые там стоят. Именно... А, пропуск ходом. Или это... Кажись... Кажись у нас тут... Кажись у нас тут багами запахло. Ну, я, типа, не могу с места сдвинуться. Очень интересно. Очень, очень интересно. Ну, я здесь уже не... не выстою. конечно блокирую, но мне эти 12 брони уже снимут. Скорее всего. 3, 7. Хотя... ща посмотрим. На-ка. Что вот не крита? А, и этот доходит. Каким-то образом Вольверк... Все еще... Все еще... живой. То есть он ни хита не потерял. Ну, это вопрос времени, когда его дадут. Пошли... Бомбочки. Может, все-таки перегруппируемся, Михаил? Там и бомбы. Раз, два. Да, давай. Все постихонечку отступают назад. Подруга подходит. Кто будет атаковать? Ну, бас, да? Тогда отдыхаем просто. Все-все-все. Вольверк назад. От бомб. Фолька Прикрывает. Сейвер. Она так и говорит. Как я ее озвучил, так и говорит. Сейвер. Так, Олли. Главное, вот им не зафейлить. Ой. Оп, все. Минус две единицы силы. Схватил. Так, у нас есть ассасин, который... Который, кстати, может проявиться, если бомбочка взорвется. А мне нужно сделать так, чтобы этот не прошел. Я остаюсь на этом месте, потому что этот вниз сейчас пойдет и должен как раз заостановиться на бомбе. Так, дальше. Какие у нас возможности? Так, дальше. Дальше нужно вот сплэшем бить, броню снимать. Добрый день. Бах, 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 бах. Цепнушечка такая. И тут взрывы хорошо будут. Блин, ну опять вот... Все, сняли броню. Надо было все-таки восстанавливать броню у Больверка, не жадничать. Думал, отступлю, не достанут. Хрен с два. Этого тоже заденем. Все, к черту, короче. Больверка увожу. А Фолька-то все. Фолька-то тоже у нас удар не держит. Взрывы. О, хорошо. А тут можно и ярость взорваться. Бдыщ, бдыщ, пыщ. К сожалению, они опять в разнобое стоят. Ну, просто стреляют. Братненько. Пошел, пошел, пес. А можно просто попробовать... А, не, подожди, это уже наш же этот... Наш же ассасин. Хитрый. Правильно? Хитрый ассасин. Давай вот сюда вот, наверное, пройдем. Чтобы от стрелков защищаться. Сдержимся. Назад. Даже каменную стену сделают. Ну, что брони немного. И по нему могут там добежать. Оп, извините. Сто же назад. И Фольке нужно срочно восстанавливать броню. Причем прям на максимум. 10 брони. Какая там кучность дикое. Ну, видите, пробивает. Как пробивает. Как, как, как? Давай опять так. Крик, хорошо. Что мы будем делать? Это будет подходить, бить. Ну, тратим силу воли для того, чтобы заблокировать еще одного вопыря. Сюда можно по троим так. Бах. Бах. Может, Асом прощи повыстегивается. Да как там? Там же столько людей, которые ваншотнут его с 10 броней. Делаем стену. Здесь отдыхаем, потому что силы воли должно быть многим. Ой, подходит босс. Живем. Раз, два, три, четыре. Тут точно нужно бахать по броне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Ох, как, как они, как они, как они. Пофиг. Сравнительно пофиг. Даже лучше, если подойдет. Пофиг. Ага, ну стоим тогда, ждем, что. Кучность классная. Вот тут не хватает олетки какой-нибудь, котлетки или одлеев туда закинуть, и они начнут гореть там или сквозь всех сплэшем пробить. Не хватает. А может ворваться просто броню посносить этим. Не-не, его надо вот сюда вот вставлять. Именно с каменной стеной. У него брони мало. То есть он приоритетная цель для многих. Да, только сейчас подходит и опять по... Не, нормально. Так, 16 и 16. Кому мы восстанавливаем броню? Кстати, особо некому. Давай тебе. Фолька полная по броне. Неплохо мы их. Ой, неплохо мы их. Оп. Еще один подошел. Что-то кидает. Две минки. Что, чуть-чуть назад. Оп. Надо влево, наверное, передислоцироваться. Раз, два, три, четыре. Там цепная по всем идет. Шикарно, шикарно. Олли чуть назад по броне. В рог даже. Нет-нет-нет-нет-нет! Ой, дурак! Ой, дурак! Блин! Ну, ёпресе ты! Ой, дурак! Ой, дурак! А я хочу. Я гунмундра подставляю сюда. Ну, потому что нужно сейчас всеми силами бить по броне. Всеми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дополнительных единиц снимается, понимаете? Понимаете? Устанавливаем у него броню. Причем там пожил еще ходик, дай бог. Здесь взрывы будут хорошие. Откачиваем прекрасно. Тут улыбаемся. Да брось, не надо. Хорошо. Так, Фолька, что можешь? Строй уже разбит. Врага, к сожалению. Фолька пока просто прикрывает. У нее уже силы воли мало. Ну, вот и все. И расхлебывай, Вась. Уже сплошь такого нет. А есть человек с прощой, который... который тебя силой возьмет просто и все, и ничего не сделать. Вот этот товарищ изялое просто пробьет. Верхнего я убивать не могу. Почему? Опять же урону. А давай, все. Олли пошел мстить. Мстить. Давай. Раз. Два. Хорошо. Три. Хорош! Так, десяточка, десяточка, двенашечка. Может, этого упыря подблочить? Этот-то не отбегает уже. Да давай сюда. Взрыв на одного, правда. Нет, с места бьет. Ну, тут ярости можно врываться, но я задену буквально никого. Или пройти последний раз по броне пробить. Раз, два, три, четыре, пять. Лучший вариант. Работаем. Бах! Бах, 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 бах. Где, где, где? Почему нет? Почему нет? Потому что у прачников, видимо, нет такой обилки. Очень жаль. Немножко брони в берсерку. Хотя там две единички всего лишь. Держимся. Кое-как. Ну, тут умираем. Хотя нет, он бомбы там на-на-на-на-на- дала. Зачем? Очень странный товарищ. Так, запасных вот этот вот упырь. И он когда будет ходить? Скоро будет ходить. Давайте тогда его попробуем по крайней мере покоцать. Мог бы притануть, честное слово. Продолжает кучковаться. Я могу еще тут жизнью нет, жизни не могу пожертвовать. Это фигня. Это не фигня. Пожалуй, я попробую заблочить сверху еще. Ошибка! Там бомбы взорвутся. У меня инвизный уйдет. Это минус? Не минус. А, я могу ударить еще реально. Или попробовать свалить. Раз, два, три, четыре, пять. Могу много брони снять. Не, не, ты уже ничего не сможешь сделать, кроме как... Почему? Потому что один хит. А кто тебе этот один хит снимет? этот товарищ не успеет. Успеет. Ну, сюда отступаем, короче. Есть у меня надежда небольшая. Стоп! Что я смогу восстановить какую-то часть брони, пережить еще два-три удара и танк своего спасти. Нормально. Отдыхаем. Нормальным. Отдыхаем. Не дойдет. Нормальным. Вот, сейчас чуть-чуть назад, поэтому бьем. Крит. Ой, хорошо, как... Ох! И главное, на себя столько внимания. И тут ассасинам надо срочно уходить, срочно. Переграждая путь вот этому верхнему, который точно пробьет. Так вот делаем. Взрывы. Хорошо. Держимся. Такой танк топовый. Ну все, наверное, в... вживем пока что. Что странно. Тут отдых обязательно. отдых. 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 Нормально. Так, смотрим, кого нам здесь нужно ушатывать. Не мешает, не мешает, не мешает. Вот этого подрезать можно чистить по урону, чтобы... чтобы не было проблем. Тем более, он такой на отшибе находится. До двоечки опускаем его. Хорошо. По-прежнему есть босс с немножко покоцанной броней, но тем не менее живой. ерунда, ерунда. Это не ерунда. И он пройдет, пробьет. Ну, скорее всего, сюда надо подойти, чтобы этого заблокировать и на будущее верхнего заблочить. Тут просто атака, чтобы... по броне, окей. Ждем или не ждем? Вот в чем вопрос. Не, наверное, надо сейчас Оли прикрыть, потому что у Оли не хватает нескольких единиц брони и, соответственно, его могут даже ну, басы пробивать. О, кажется, гренка пошла очередная. Да, в самую кучу. Я отступаю. Тем более, что босс очень быстро наступает и пробивает. нет, да ладно! И все заболели. чё, кайф просто. Просто кайф. Так, ладно. он почему-то все время до этого ходил медленно, а сейчас вот взял и марш-бросок такой, что... не знаю, как это работает. Видимо, он тактично не наступал до тех пор, пока не был уверен, что все. но я думаю, что здесь нужно либо на босса идти, четверку снимать. Тем более, у него пробитие три. Он мимо брони просто может не сильно мимо брони, вот что он делает. либо шатнуть вот этого упыря. Но тогда меня шатнет в следующий ход. надо к боссу подходить. Подходить к боссу и вопрос, что делать? Или пробивать четверку брони, чтобы Больвер в следующий раз смог ворваться. Сможет ворваться, сможет ворваться. Или пробивать типа пятерку хп. Не, пятерку хп давайте. Мимо брони попробуем. Раз. Держимся, друзья, держимся. Так, здесь Гун Мундер скорее всего подходит сюда и пробивает по броне, сплэшем задевая этого товарища хотя бы на единичку. Так будет. Ну так будет. Раз. Два. Три. Здесь у нас будет смерть в скором. Еще какая-то хрень полетела. Не забываем про мину. Это болеет подруга. Надо уходить, раскидывать бафы по максимуму. На пути у Больверка есть есть атака, есть сила воли. Хорошо. Это фигня и время Больверка. Брони там дофига. Подходим. Подходим так. Удар по броне на максимум на семерочку и удар дальше. Хорошо. Так. Потом этот будет биг, да? Ну здесь Фолька должна пробивать. Скорее всего с запасом по броне возьму. Взрывы забыл про них. Падает мой танк. Здесь по последнюю броню снимаю. К сожалению, больше я сделать ничего не могу. И он уходит. Поднимает и вызывает. Что? И вызывает. Нифига себе. Как плохо, что я его в этот ход не ушатал. Потому что проблема в том, что я сейчас скорее всего не разберусь с оставшимися. Ну, высокая вероятность этого события. Из-за болезни главным образом. То есть у меня болеет уже теперь и боль ворок. Это значит каждый ход я буду терять. Мне нужно сейчас просто пытаться пытаться людей убивать. А там еще фуловый товарищ. Нет, отвратительный. Ну, вот этот удар, знаете, который мне Олли, самого главного дэмэдж-дилера минуснул, он был мега критичный. Он прям все планы испортил. И тут получается мне уже ну никак. 5, 8, 5, 4. Мелочевку выбивать невыгодно. До этих я не добегаю. Отдых. Ой, там взрывы. Двое падает, и мой падает третьим. Тут отдых. я не могу ничего сделать. О, что? Безглазая падает на землю? Как? Как? Какая безглазая? Какой на землю? Отбор слабых для слабых Привет, Пупсик21, абузер Такое впечатление, что Больверк Типа второй атакой убил невидимую Безглазую, хотя она Вселилась вроде как в того воина Короче, это чисто Победа Внезапно беспорядочные звуки сражения стихают И окружающие драги в изумлении опускают оружие Отряд драгских стражников прорывает сквозь толпу И поднимает тело безглаза И вдруг увидите, что ее рука шевельнулась Сундра все еще жива Есть шанс прикончить безглазую Если вы вместе с остальными рискнете напасть на драгов Трудно сказать, что случится, если позволить ей выжить Но на вас накатывается приступ грусти При мысли, что придется ее убить Чем? Чем ее убивать? Конечно, мне нужно еще четырех вот этих вот товарищей убить Если я решу полезть Вперед пока... Нет, мы валим Вперед пока не оглушены в Манахар Безглазую относят назад к ее войску Тем временем ваших раненых оттаскивают Обратно в город да и пошли ранения к этом славы что не еду бы хватило усталость сковывает ваши мышцы вы чувствуете это когда берете в руки поводья якобыка впряженного в повозку с громогласом тысячи глаз следят за вами испуганные лица оставленных на поле боя драгов поворачиваются к вам перед вашим мысленным взором возникает образ эйвинда на башне образ драгов корячащихся и извивяющихся в темноте трясущихся пускающих слюни ревущих вы с трудом восстанавливаете контроль над своим рассудком драги двигаются на юг вдоль реки но не как армии а как люди бегущие от опасности многие начинают переходить на мост у старого брода больверк кричит фолька береги повозку охраняй кодоев иди в манахар мы задержим их здесь сколько сможем в голове на мгновение проясняется от голоса выяснительницы она гордо поворачивается отдает воронам команду строится а гунбундру вести людей в арберанг все разрулила она оглядывается на вас несколько секунд и смотрит вам в глаза а мы за тобой вперед потом она занимает свое место в стене щитов придавая сил окружающим больверк говорит валка зефр отвлекая ваше внимание от знамени воронов рядом с мостом нам надо уходить сейчас же валки это все из-за них все это вы потеряете грудь сдавленную болью от вашего взгляда зефр вздрагивает но вы забыв о ней направляетесь в сторону манахара навстречу возмездия глава 14 вражда братьев запятнанное родство ой сейчас нас котлетка вот сейчас нормальная тьма у нас будет сейчас сейчас увидите в прошлой части в первой части кажется было 7 глав сейчас 14 ну то есть в этом типа продолжение с 8 мы начали ой-ой-ой депрессуем похоже сейчас ой подождите это кто из наших говорит там написано говорит пекарь из маленькой деревушки похоже сейчас все стараются попасть в столицу говорит пекарь из маленькой деревушки думается мне что спешить туда и оставаться тут все едино мы здесь не пропадем пусть даже король и запрещает торговать вы пробуете тетиву и в пылуха слушайте его слова когда к вам подходит хакан непривыкший к варлам пекарь затихает и ретируется до столицы остается всего несколько дней пути знаю хотелось бы верить что проблем больше не будет но до сих пор удача отворачивалась от нас нет смысла думать что все изменится вы коротко усмехаетесь но замечаете отрешенный взгляд хакана на палатке варлов интересно что бы сделали старые короли вроде тростра и скрюмира на моем месте они бы сберегли жизнь своим сородичем так же как и ты я только что потерял половину своих древней рощи до наркоманское было место вы помните эту рощу со светлячками с разными этими галлюцинациями с людьми которые то смеялись то плакали уходили не возвращались как мне сказал ивер невозможно подготовиться к нападению гигантского змея даже древние короли не смогли бы просто береги их жизни неважно что случится в арберанге защищай свой город свой народ хакан смотрит на вас от его замешательства не осталось и следа давай возьмем все что нужно и пойдем может как ты и говоришь все будет просто вы обобряющие улыбаетесь варл это лучшее что вы можете сделать ох так можно поговорить с как ты так маркет сейчас хапочка возьмем тут предмет на восьмой уровень таланты пробивания пробивания 10 уровень 3 уровня всех талантов воли заход брони заход просто добавляет все каждый ход и пробивание чем берем так что у нас там по героям ранениям и прочим все здоровы живы здорово урон силем так брони заход воли заход у меня кажется был здесь один универсал нет не здесь алиос а лет и от лэйв сама хакан молодец и все остается только кони эрик с медведем не докачанный шанс звонного урона силе а у котлетки еще четыре может быть кстати олете вместо рынжа 2 дальность 2 брони ей как раз если мы воли заход ей возьмем то она бесконечную веру очень сможет привет привет 10 уровень у меня два человека на на десятом эту дали бесплатно это купил ну дпс нужен соответственно воли заход броня заход пробивания этот нет а этот не вас от лего мы не избавимся он просто кого здесь взять кого здесь взять два слота свободно реально вакантом все остальные там не догоняет можно хаканула его поднять в любом случае я собирался это сделать он будет седьмой глядишь ему там напряжение дальность двойной урон силе такое просто у а лет и если она играет через overwatch ей конечно лучше бы а что у нее крит точность что может реально и взять пробивание воли брони броня такое себе но ничего давай делаем так соответственно у нас все процентов на попасть 35 процентов крита слушайте а если есть делать неукротимый вообще ей же тогда под бафом этого пофиг будет по кому стрелять она будет просто стоять и не умирать и стрелять постоянно и стрелять и стрелять и стрелять и стрелять и стрелять и стрелять как думаете то есть там же мы будем получать урон от разницы по силе сила будет минимальная а нафига лучше реген воли 20 процентов 4 единицы воли заход до нет в неукротимом есть тема что ей будет пофиг на количество здоровья она просто не будет умирать вероятность 160 процентов 70 не будет умирать просто предметы мне волю заход дает дам армор точно нет тут тоже уловка пробой не нужен с ним надо волю бахать так она урон не будет носить нет насколько я понял она урон не будет наносить типа будет редко попадать на за счет пассивки она будет попадать все равно она базовый урон наносить не будет он будет там 0 единичка а потом будет за каждой две единицы разницы в по силе то есть на наоборот будет больше урон наносить потому что разница будет больше в уроне неволе просто можно восстанавливать предметами можно восстанавливать убивая врагов или бардами а вот вероятность склониться от смертельного мне очень нравится мы просто даем 70 процентов что она не будет после так я пробивают умирать ну уже в самом конце но до этого она просто стреляет 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 и попробуешь не узнаешь я наверное одну очку оставлю здесь в запасе способности оставим так так это же у нас тоже с талантами со всякими даем урон силе хорошо таланты пробивания я бы мы тоже таланты подтянул бы по единичке то есть взял бы ему уклонение единицу взял бы ему даже армор ради регена армора или про гнев на пробитие баха и мимо тогда плюс два уровня всех талантов до талантов пробивания ссоре которых у него нет талантов напряжения давать все таланты вероятность клониться от атаки вероятность отразить 5 единиц урона силы хорошо такое для него пока подходящих предметов нет этого апать не будем один слава оставляем sombra 86 да я в курсе по поводу рассинхронных звука на этом уже говорил по этому поводу когда вы подходите к нил и и мальчишки заканчивают есть и бегут играть они успевают на естся думаю да им хватит задора влипать в неприятности отец всегда говорил что лучше радоваться детству ведь у тебя будет куча времени чтобы повзрослеть верно сказано жаль что добрый совет порой тяжело расслышать не давать отказаться она сует вам в руки ложку и миску с яйцами вот попробуй семейный рецепт вы откусываете кусочек на вкус неплохо но ничего особенного что скажешь яйца мне особо никогда не нравились нет даже приготовленные по семейным рецептам вы пожимаете плечами качаете головой нет начинает хохотать похоже на тебя это присказка действует хуже чем мы на моих и ребятишек это и правда простые яйца мама вечно почувалась на сказкой о семейном рецепте когда мы воротили нос от еды она силком пыталась вас накормить она делала все чтобы накормить и вырастить нас и следила чтобы наши проказы не вышли нам богом обзаведясь сорванцами я стала понимать почему уверена отец обходился с тобой также теперь у тебя есть теперь у тебя те же хлопоты с караван думаю ты хватаешься за любую возможность уберечь всех и каждого от смерти вы вспоминаете о своих решениях которые пришлось принять просто знай что в итоге мы все понимаем и ценим спасибо нет нет у нас тоже как бы ужасное настроение чуть-чуть отдохнем и надо будет на славу купить еще давайте так еды на два дня ну ё-моё давайте еще хотя бы на один день едва повозки начинают отъезжать от деревни как вы слышите девичий крик папа вы оборачиваетесь смотрите туда же куда и девочка горло подкатывается ком с востока через недавно покинутые вами земли движется колонна пропавших сородичей воинов и варлов кто-то спрашивает это руга впереди колонны считает бывший наместник берсгарда о это тот мужья бегут к своим женам дети вопят от радости при виде робить на родителей которых не чаяли увидеть живыми вы тоже спешите к колонне чтобы поприветствовать своих но руга останавливает вас движением руки нельзя ему доверять помните сине-желтому нельзя доверять вам косички как всегда каменное лицо наместника ничего не выражает дагр конечно же хранит молчание а лет я не знал что увижу тебя снова отец хорошо обучил меня выживанию разве твой отец не важно хотел сказать не умер вы толком не знаете что сказать дальше очень хорошо что тебе удалось найти остальных наших сородичей что с тобой произошло после нападения змеи ты еле дышит усталость не хочет распадного вроде нормальный может быть его телохранителю доверять нельзя они ему он конечно нас там часто критиковал мягко говоря одно видите спас людей хорошо что нашлось не обманывайся мыслями о том что все собравшиеся под знаменами одна семья может и так но мы стали кланом вражда длится поколениями в сердцах некоторых их этих из этих людей живет ненависть которая старше великих воинов не думаю что пара недель совместных странствий способна это изменить что с тобой произошло после нападения мне в пору спросить тебя о том же мы с дагром сбежали как и все остальные но попытались помочь всем кому смогли древняя роща походила на лабиринт но в итоге мы выбрались оттуда и по пути подобрали других вы смотрите на дагра пытаясь понять правда ли это бестолком мы ждали других столько сколько могли стали бы еще ждать померли бы с голоду я держал людей в ежовых рукавицах и только отправил пару человек в толер за припасами или в толер мы сделали то же самое только наши разведчики не вернулись руга чешет обвивающий шею шрам странно наши тоже пропали но в итоге мы здесь и большинство из нас живы ты еле дышишь от усталости если хочешь отсыпаться мы тебя подождем это решать не мне и не тебе пусть сородичи скажут нам как поступать дальше он говорит так будто заучено повторяет слова и при этом улыбается думаю вам не помешает поесть и немного выспаться решение принимает народ правитель всего лишь ведет его мне надо посмотреть как там остальные прежде чем ты сделаешь это дагра чуть смещается вы едва не отпрыгивать от этого внезапного движения ваше сердце начинает биться быстрее котлетка ты молодая сильная красивая но я надеялся что ты окажешься лучшим правителем вспомни корабли трясины и лундар чтоб меня даже древнюю рощу многие твои решения стоили жизни я не могу тебе позволить и дальше убивать или бросать сородичей вы замечаете воинов собирающихся собирающихся за его спиной надеюсь ты понимаешь почему тебе лучше умереть дагр бросается на вас тут прерывая атаку в его щит вон за эта стрела оу я думал откуда прилетела слева кажись отскочив и приготовившись защите вы киваете одлайв который вновь натягивает и тюк ребята сейчас будет замес так я и одлайв минимум в этой схватке олео хакан давайте пока эрика еще возьмем и урса для массовочка поехали что это ребят я думал будет огромный босс на четыре клетки такой здоровый с мега характеристиками где ваш ваш этот упырь упырь надо с левых начинать потому что они у нас во первых с лучником во вторых а еще там лучницы наверху не увидел я вдохновляющая речь блин у них армора что-то много 16-17 так если не скоро атаковать будут и не добегая дает лучшинс они как будто вообще за пределами поля а у нее ремонт уже есть у аллеты оооо давайте овервоч набегут стреляет нин тю дю 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 плохо стоим плохо 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 стоим дурю дурю урон силе пробивания уровень всех талантов горячий Блин, отвратительно стоим Ладно, давай тогда Горящий шлак сюда Они бронированные просто Ой, хорошо подгорела, девчонка Окей Не могу дойти хак Но он теперь Ой, все Хотя у меня сплэш же есть, да? У меня же раскалывающий удар, поэтому Поджог называется Как? Давай Так, ну где там медведь у нас? Призыв медведя Оооо Вот, 15 брони. Добрый вечер Они, конечно, плотные Армора дофига у него там обилка между соседними до трех воинов перед медведем перед медведем она подставляем медведем пробуем ну да там я подошел к чувакам который полностью бронированный и который еще с обилкой об овервочен четверочку нормально и пошла серия 2 3 4 так мы здесь надо урсы и конечно же шлаком шлаком жухать понятное дело что сейчас потерь будет огромное количество потому что они в рамках одного хода опа еще вверх хорошо а это парист а вот так вот промокнись и взяваем вдохновляющим надо подвести нашу котлетку в самую гущему сюда да брось тут надо крутиться хорошенечко будет ну валету в гущу это хорошая идея но нет поехали погрот критуем убьют не не убьют отражение так тут шлак горящий раз два три напрашивается конечно хакан попадет но у него есть запас по они должны давай лучше сюда он раз два три те же самые а мы такие зажигаем ой кайф ой 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 это подруга будет ходить я даже так отойду и а а если раскалывающий будет они будут раскалывающим на к так мишка так у этого воодушевление есть я пожалуй чуть отступлю воодушевление на котлетку пусть восстанавливается побежали опа over watch еще один ах ты гад 14 сейчас этот пойдет ноль урона просто ноль урона ноль брони просто устойчивость единичка и over watch и минус урса там не хватило нет защита сработало ничего к себе так но урса наверное вот раз два три вот так вот забирает до людей попробуй чуть-чуть мне надо чтобы они еще ходили поехали еще зажигаем все горит все горит побежал получил следующий а плюс мораль еще вдохновляющим сейчас еще один побежит я не знаю кто там там все биты ну кто там опа 2 и даст колбас да 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 ну ротч следующий пошел крит на 16 ух ты ж как она да еще плюс у всех уже там десятка так вот лейв как будем действовать может вот так вот если она захочет пройти самый опасный подруга вот это вот потому что она и добегает убивает он может до этого побежать опа сгорел на работе еще один еще плюс им вода имба рубим пошла пошла и в ловушечку на 1 2 3 вот пропустила ой воодушевление не нужно вообще пропускаем побежал опа угро очень сработал опа ну потому что это типа обилка это не ход здесь есть проблема с тем что к сожалению этот товарищ пройдет я бью по броне без толку а лето не справится хотя крит может и хватит 3 до хватило а нормально молодец молодец так горящий сюда шлак там как раз два хита снимем она стреляет но это бестолковым это будет ходить гад а я не могу с ним ничего сделать хотя если урок и попадет 60 то может быть сюда попал все он тогда не пробьет опа и крит еще от алетки до следующий не знаю добиваем эту подругу такая халява вообще так раскачали классно дачный выстрел подходит но не пробивает без ранений без проблем без шанс отлично подошел медведевые экспонения медведя броню можно конечно этим бардом добить что лето точно не нужно с первого троя и зявая какие овервотчи под бафом бах бах подожгли даже если на кривую позицию тут с таким запасом ну кто кто нормальный правитель ты даже сражаться не умеешь шум битвы сменяется причитаниями когда люди начинают узнавать своих павших сородичей рука в питьевые с отвращением думы о бессмысленном кровопролитием он пропал говорит хакан тихо ускользнул еще в начале битвы но мы поймали его человека дагра двое варлов уводит связанного безмолвному убийцу и ставят перед всеми в его летят камни и навоз якобыков тема хакан смотрит на вас разберись с ним или это сделаю я щадить точно нельзя тем более нам нельзя доверять убить короче я ты нас предал кричите вы и весь клан за вашей спиной дружный ребят от злости руки была нужна только власть и ради нее он был готов убить любого а ты ему помогал молчание мужчины доводит до вас до белого колени ты не заслуживаешь пощады и скорой смерти вы поднимаете земли меч и пронзаете им дагра он только кряхтит от боли вы киваете хакану который легко поднимает труп и подвешивает дагра на толстую веревку за ремень доспеха одни сородичи под ним принимаются ругать и оплевывать дагра другие оплакивают павших вы им не мешаете плюс 5 славы 13 бойцов 62 человека варлов 30 41 и на всех еды на на два дня просто хватает и впереди я не вижу деревушек минус 5 припасов настроение ухудшилось скоро будем жрать начинать внезапно вы слышите как бренчит на своем инструменте аллео несколько караванчиков распевают песни кругу собравшихся стоит пунцов пунцовый от смущения варл другой варл рядом с ним орет кори исполнилось 200 лет и люди в караване по утихли впечатление впечатленные такой даты так выбить но у бочонков с медом и отпраздновать произнести здравницу в честь варла скорее примем и поздравление нам пора идти выбить но у бочонков хотя блин мы застрянем здесь еще на несколько дней произнести здравницу за скорее начинаете вы ты уже прожил дольше чем когда-либо проживает хоть один человек оставайся таким же храбрым сильным чтобы выпить снуками наших внуков счастья тебе здоровья скорее смотрит на вас и кивает я скажу им о твоей храбрости и силе все смеются и пьют и продолжает веселиться что пьют я же не не выбил настроение улучшилось 10 славы питание людей плюс 10 ес на подножном корме мы с вами живем все в окружающих лесах должна быть дичь а еще в них можно найти капельку уединения вскоре вы натыкаетесь на следы оленя но пройдя по ним до прогалины находите зверя мертвым изучая лес вы ничего не видите и не слышите подойдя к олене вы замечаете что его убили недавно рядом животным лежит черный камень с половину вашего кулака вы поднимаете его и узнаете оружие драгов хруст подлеска неподалеку выдает двух метателей которые тут же начинают громко гудеть они переговариваются потом один бросает вперед нападает на вас кто нападает на меня на лету на котлету давай со мной давай дуэль ой так начиналось вообще одно из первых сражений когда мы знакомились с руками лет тоже мертвый олень первая встреча с драгами но теперь кто они такие кто они такие ну басы а врач а почему не пилочек стать я могу бесконечно делать урочи на что мне предмет на на единичку блин он строки не пробивает гата давай-ка так все извините извините называется ожидаем убиваем ой да ладно он достает но он успевает нету на билку и зайд мозг мозг но не факт что мне хватит надо попасть сейчас сейчас удачный женщин должен быть отражение ну тогда гадешечка нет еще не гадешечка еще и шансы давай ех и зява это мой олень свезло значит свезло скилуха когда с драгами покончены появляются ваши сородичи неплохо говорит одна из женщины пиная тело драга нифига себе ты офигела что ли неплохо мать подбегает ребенок делать то же самое давайте посмотрим нет ли еще тут тварей воины и варлы рассыпаются цепью вы отправляетесь прочесывать лес вам быстро сообщают о найденном скоплении драгов к вашему приходу драги выглядят загнанными но их метатели камни стражи выстраиваются в круг защищая припасы и молодняк они представляют угрозы для всех убейте их атакует тихо позвольте они представляют угроз для всех убить их всех некоторые начинают переглядываться на другие издает боевые кличи увлекая толпой за собой начинается резня да это наш наш лес наш олень и наша еда в общем все от лайк ты где нормально вчетвером поехали блин я еще не сохранился да у меня просто зачем я вчетвером иду если у меня overwatch кого хрена вообще твариум дам не похоже даже на загнанных согласен что вообще не похоже ну значит не через овер тут надо играть надо почаще атаковать сбивать броню там не знаю блин нельзя атаковать область вообще потому что опять она бежит и я так она мне смогу про атаковать этого упыря нужно доходить и пробивать его прям пробивать пробивать наверно даже убью сразу же ну потому что он же там еще кастует мин кидает что ты еще гринке свои стоять не смогу на месте там влево надо уходить этого товарища ушатывается вдушевление делаем там по разнице силы уже нормально должно заходить когда будет ходить тупырь скором давай овер тогда бахаем это водовьем очень много именно двухклеточных надо как-то блокировать а у меня нет возможности держать удар знаете вот здрасте вот они 5 урона понимаете они же не просто так взялись правильно а колетка котлетка про стреляет снимает броню тенды было подойти ближе ну что хаком не доходит еще минус броня ну я все равно буду чаще ходить два раза чаще таким количеством воинов поэтому пофиг на то что хаком не успевает а эти не взорвутся никогда уже получается перегруппировались еще по броне ну и уже почти хватает да было плюс 2 эффективность полтора раза overwatch было больше потому что просто на плюс два человека от ну не четыре а два человека врагов бы чаще ходил может быть туда же имеет смысл и тут имеет смысл сгруппироваться в угол а может быть и имеет смысл просто атаковать но этого точно вот просто атакуем по мере поступления может быть нам хватит и ходов нельзя так подходить убью можно добежать я посмотрим как действует лучше самая большая повторюсь проблема заключается в том что мне здесь танка нет и и все и от этого ну и нет возможности восстанавливать броню добиваем товарищ чем добиваем товарищ чем сейчас начнется самое веселое что враги уже в шаговой доступности надо видимо уже заходить в угол и потихонечку откидываться хотя я могу же сделать нет ерунду сделал сделал откровенную ерунду сделал откровенную ерунду ой жёстко 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 этого в угол ставим наверное воодушевление сразу же ага сработало воодушевление вот и отсюда надо уже будет работать или отсюда да давай так по крайней мере поэтому постреляем есть ловушка не забываем есть ше этот шлак горящий это будет подходить и я не знаю как он будет подходить сверху то есть он скорее всего сюда подойдет мне нужно вот на эту клетку стрелять тогда делаем град стрелы вот сюда то есть как бы он не подошел он через эту клетку не может не пройти мне очень важно что он бронированный здоровье у него не мог немного а вот ну вы поняли пошел не он подошел по-другому минус броня что странно конечно так ну что а лето будет делать у нас бахает по бронем не доходит не доходит как-то я не рассчитал опять по нет тут наверное от броню уже по троим снимать тринадцать семнадцать тринадцать семнадцать тринадцать или овер уже делать броню то мы можем от леев делать нет давай овервочь уже все поехали а я же могу алет и броню восстанавливать точно забыл так что у нас кто у нас там дальше будет ходить этот опасный весьма ставим ловушку сверху но он точно сверху пойдет на есть по броне раз два три пошел ловушка ох крит на 20 просто о о о о о celery أي ель это должна стоит на увере короче кофе просто вообще вообще плевать на все остальное стоим на увере улыбаемся остальными снимаем остальными просто снимаем броню не дойдет не страшно давай прям вот так вот ему что балетка его если он пойдет на нее то че сплэш просто четырем 9 или 3 или все-таки сплэш сплэш по 13 я не хочу его трогать в чем дело его а лето и так убьет если захочет а вот броню у основных снять не получится а лето а лето как как она типа не стреляет в упор и поэтому все кайф чтобы стрелять в упор но он же не сразу в упор оказался он прошел эту клетку сейчас бы сейчас бы говорить вообще а ладно я стою на overwatch у меня что мобилка типа я мне плевать и я в зависимости от силы буду урона наносить от разницы силы зажигаем может или этого убьем поэтому 12 снесем что лет старался и этот отступает вызывать будет они все уже покоцаны тут тут реально никого не осталось кроме вот этого паря который не доходит просто давай так ладно немножко сплэша должен подходить умрет а то лет хотя не может и не умрет на лет там 10 армора об троечка даме так дудим дудим вдохновляющий а лето еще от смертельного выстрела с вероятностью 60 процентов и вернется весна молодец коп это тоже пошел крутить может как она ворваться туда я пожалуй вот так отступим стану номер опять же в десяточка видите хотя три силы а у нее 17 я хочу тихо перебить эти вот сюда вот как он уменьш мешать не будем конечно здесь горящим шлаком закинем прям сильно закинем этого убьем этого покоцаем вызвал на тот далеко окей тут подходим так пробиваем до единицы вдохновляющим 113 даже 4 справились под извините он пошел не на лет он да дальше куда-то еще плюс слава добиваем так даже несмотря на то что там 12 армора она все равно стремится строй с троечкой силы пробивает это же не достаем немножко по броне получаем но это такое все эти лучше разуплотнили изи если я еще мог вообще без без ударов то есть никого не пробили кроме а лет и из-за того что я как бы не был в курсе что там не стригерится с ума сойти вот это вот связка допустим уроном от разницы силы она делает а лет и просто но она не промахивается во первых она гарантированно падает чтобы там ни было с броней людей 5 припасов минус настроение ухудшилось вода в окрестных ручьях постепенно окрашивается в ярко-зеленый цвет словно бы из ран змея сочится кровь и растворяется в воде на поверхность всплывают десятки дохлых рыбешек которых уносит быстрое течение некоторые люди в клане заболевают другие страдают только от выпитого меда когда группа варлов замечает чистую воду этому радуется весь караван впрочем великаны сдерживают людей говорят чтобы те прислушались над водой нет и из воды слышно едва различимая мелодия люди обеспокоены перешептываются что это значит это безопасно мне плевать я хочу пить так показать примеры на пицце дохлые рыбы вокруг зеленая штука конечно нужно пицца о заполнить пару бочек вскипятим люди ропщут из-за задержки но варлам ваша осторожность по душе разгораются костры на которых кипятится вода удается наполнить совсем немного бочек но зато вода чистая и свежая ее хватает чтобы утолить жажду но недостаточно чтобы радоваться запасом похоже никто не заметил когда из воды перестала доносить мелодия успехи басов все он единичка надо надо собирать чего-нибудь о караван замедляется когда становится виден мост полевые врата перед мостом выстрел из большое количество готовых бою коннорожденных скотах это твои люди клан или табун скотах мотает головой ничего не говорит он смотрит на новый табун на всякий случай как он приказывает сомкнуть щит и как только это происходит из середины войска коннорожденных прилетает дротик все смотрят как он летит и вонзается в землю всего в нескольких шагах от вас земля содрогается от опыта атакующих коннорожденных кони 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 карл какие кони эрик и урса так стоп может славу ой у меня 51 единица слава может как она повысим или кого повысить так мне вообще можно аллео конечно вытащить но он постоянно ему хватает в общем-то на на все про все его не трогают ну да хакан нужен нам хакан воевода 18 уровень так броню уклониться от атаки можно сразу взять 15 процентов вероятность уклониться от атаки по броне или восстановлением еще повышаем девятый уровень так пробой нет вероятность уклониться до 15 процентов готова это первое отразить урона броне или восстановить нужно ли это может все таки бахнем а крит у меня и так максимальный еще сила воли не прокачана но ему особо не нужно этом то есть нужно но не так важно с бароном восстановление не броню много пробивает по сильно толку я что и так взял уже отразить они крит отразить 5 единиц урона силу 20 процентов всего лишь вообще уклониться от атаки хорошие темы 25 процентов давай так 9 уровень был бы 10 дал бы ему вот таланты три таланты и двойной урон силе но это уже следующих следующий будет уровень 6 славы нужно всего лишь почему ты игноришь эрик эрику грустно он всегда такой мне от него нужен только медведь и все поехали мост это просто прекрасно их конечно они скорее всего будет подкреп оттуда будет прибегать новые 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 мили 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 два лучника только сам в самом конце это ну вы понимаете к чему это все идет и давайте лучших хаканом чуть поближе поставлю хотя бы на одну клеточку почему я боюсь то и надо бояться все нормально эрика надо поэтому вызвать медведя все воодушевляем знай мы сильный что-то там ржешь я не услышал нашел over работаем даже не знаю wait for it поскакал поскакал слабо как-то давай чуть-чуть поближе хочу чтобы подходили достаем я мое вызываю медведя ну оп хорошо ну все у него уже нет а он все равно пробивает гад здоровяк срабатывает пожалуйста мишка плюшевый миш медведь выходит вперед обладатель самыми высокими показателями брони это не а там я не достану тогда да давай парочку брони снимем здесь кони как по мне вообще угрозы не представляют они берут числом как правило а так то характеристики у них весьма посредственный я только видел одного четырехклеточного коня который там что-то мог есть конечно массовочка очень хорошие хочется за закинуть туда горящий шла как-нибудь чтобы они там призадумались когда побегут а давай подойдем 1 побежал и погорел и получил конечно так воодушевлением оп выстрел еще один медведи пытается пробить ой бедолага один один урон и бы еще отступил через таки они бедовым просто перебиваем броню конуар я бы к атлетке даже подошел поближе да мы что-то вырвались вперед с вами тут еще шлака дать накидываем чтобы они тут прям а там же милишный раз два три милишных еще они тут просто не могут пройти не погорев погорел получил побежал дальше погорел не даже не побежал дальше одушевляем а летой подойду поближе прям чтобы дальние офигели что эти могут уже не успеть не успевают даже без дальности а летом хорошо работает подбегает человек у него вместо full хп 3 и он еще отступает теряет все равно подойду поближе тактика побежал еще конь еще минус единичка так стоят они прекрасно я обновляю горящий шлак по всем четверым по проходит урон минимум восьмерка один падает по nk что-то там еще неважно хаком к сожалению даже но не алё те пропускают ходы не знаю почему можно что пройти типа не могут посмотрим побежал об не добежал побежал не движи курса была взята просто для массовки чтобы было больше ходов у врагов чтобы эффективнее работал этот обер-вотч легается подходим ближе вдохновляющим сожалению с этим со штрафом легким и с этими силы воли уже маловато то есть последние два коня умирают даже наверно вернее имеет смысл ставить убиваем этого остается два стрелка но мне кажется что да есть побежали нифига себе как стреляет далеко неплохо очень даже неплохо а я тут не смогу ничего сделать а во еще кто-то появляется это босс типа ага ага неукротимый о защита сработала кстати ну вот такие вот значит пироги да у нас с котятами а че они так часто ходят не пойму давайте этого воодушевим что него не хватает уже на баф нормальный медведь в атаку какой урон я конский пробиваю броню они стреляют капец как сильно и не сработала защита мне здесь еще такой рейндж у дальних конский ну хотя не кони но все равно очень большой получается рада медведь там вытанковывает так поэтому сразу девятку снимаем потому что она ну офигела просто лучше бы ты кританула конечно да накосячил подходим медведем этот пробиваем блин урса не хочется блокировать проход потому поэтому в эти вот так подойдем 90 процентов 4 хита снять хорошо побежал побежал броню пробивать подругой на ренджевиках конечно легче легкого потерять блин опять я заблочу потерять в этих своих стрелков или или магов а надо было просто емать два ранения у нас два ранения отлейф отлейф и этот эрик с медведем отлейф жалко кони мои кони из потрепанных рядов выходит худощавая белогривая конорожденная кремового цвета на ее желтоватом теле отчетливо видна синяя боевая раскраска другие конорожденные относятся к ней с почтением она произносит несколько слов на неведомом языке своего народа но замолкает видя ваше непонимание извинение без запинки говорит она я говорить с тобой ты брать мое оружие ооо ничего себе ооо неплохо ребят ну кому приглянулась эта коннорожденная прости за драку не знала что ты ааа желто это синяя раскраска не доверять ей точно блин опять она уверенно говорит на вашем языке что ты хочешь сказать и кто ты я веду табун я следующее слово длинное только фолька говорит one love резкое и непонятное но из него выделяются отдельные звуки канарий канарий улыбается ритмично бьет копытом землю так просто канарий да а ты меня зовут котлетка приятная встреча ваших преданий говорится о незнакомце которая придет и поможет нам ты это две ноги что идут вместе с четырьмя кое-кто из их наших из наших уже с тобой она показывает на коннорожденного в ваших отрядах вы напали на нас мне следовало вас убить ошибка думала ты хочешь убить нас я смотрю бой я вижу твою силу я знаю ты не знакомится с преданий теперь мы жалко мы пойдем с тобой блин мне кони не нужны в отряде я и так трех не могу прокормить у вас там целый табун почему она обрушивает на вас лавину звуков на родном языке и тут же переводит когда солнце остановится и равнины разверзнутся и появится бог следуйте за двумя ногами что идут вместе с четырьмя это наше предание все сбывается ты видишь такие вещи солнце остановилось и развернувшись землю мы видели но о каком боге ты говоришь огромная змея не из этих мест змей он точно мог быть богом тебе тоже довелось видеть бога ты знаешь эти знаки ты ведешь нас мы идем за тобой в отличие от дейдры с ее постоянно бегающими глазами канария смотрит не отрываясь вы можете постигать в стороне мы не сможем вас кормить опа мой табун кормит мой табун твой табун кормим мы тоже наш табун кормит ес она кивается родичам они подводят повозки наполненные зерном и бочками с рыбой замануха кажись табун становится большим или маленьким в разные времена по разным причинам сейчас сильный она показывает на приближающуюся тьму когда стена ночи здесь может быть табун слабый но пока сильный она снова наклоняет голову подает знак своим сородичам и все коннорожденные подходят к каравану держась на почтительном расстоянии уважение приятно приятно что говорить а где еда о еды немножко дали но это питание людей это мы сами говорят что если посмотреть на божий когда видно луну и звезды как это может быть правдой как это может быть правдой еще один божий камень это может быть правдой ее дух луна глаза и и звезды напевает олео пощипывая струны своего инструмента лауга ты властвуешь над красотой и тем чем занимаются по ночам сколько выборится может боги и мертвы но моя жена по-прежнему молится лауге и я благодарен ей за милость теперь мы знаем кому молиться скальт не одинок в своем веселье окинув беглым взглядом караван вы повсюду видите улыбки теперь понятно почему в последние годы арбиранг так быстро разрастается говорите вы и скальт смеется сказать сказанное перед божьим камнем лауге правда должна раствориться в ночи и либо усилить решимость влюбленного либо развеять непрошенную привязанность али уходит искать свою жену вас согревает вид множество людей оказывающих друг другу знаки внимания вы вспоминаете парнишку гиля из когра он просто из кожи лес чтобы вам понравится выгадаете будет ли в вашей жизни еще кто-то экономик курам сам говорит миша приветствую пожалуйста разблокируйте твич хотя бы когда приходят турки мы знаем что ваших лорук дело мне плевать на стриме встречаю жители гг но вот ту а турики смотреть не турки я думал то тут я мы здесь ни при чем я уже говорил но никто не поверит славы дали хотя никаких никаких действий рядом с камнем чтобы порадовать богиню мы не совершали просто слава а если бы не умер тот парнишка со счетом было пукат летки счастья до потеряли такого танка и хахали у хахали там особо не нужен на самом деле а лет к сильные независимые наконец-то мы дошли арбиранг столицы почему столько народу стало за лагерем за пределами стен должно быть они видели как приближается тьма ветер теребит палатки которых становится все больше по мере приближения к арбирангу дорога усеяна дурно пахнущими лепешками не все не все оставлены якобы камень слышится надсадный кашель одних людей и сихлый хохот других там и тут без видимой причиной происходят мелкие стычки любопытные выпучивают глаза при виде варлов и коннорожденных матери прижимает к себе детей а мужчины хватаются за оружие успокойтесь друзья мои на ветру щелкают и хлопают знамена разных кланов вы узнаете знакомые по рассказам о лео цвета карлхуса и знамя стрэндна о котором слышали от убина видны даже редкие знамена болотников цвета родной им тины кроме того вы отмечаете разрозненность кланов они не перемешиваются и не стоят общим лагерем я пойду дальше говорит принц лудин отец захочет меня увидеть и я выясню что здесь творится лудин уже там оброс усы небритость и он конечно поменялся в лучшую сторону после нашего похода в сопровождении урсы и нескольких воинов он пробирается сквозь толпы к стенам минус пять бойцов вы слышите крик женщины из вашего каравана здесь люди старого акадана я его поищу другие тоже находят знакомые кланы и родственников потихоньку расползаясь от вашего знамени мы будем держаться вместе пока не окажемся за стенами видите их сюда приведите адаканы остальных к нам хорошо приказ некоторые люди у костров явно не жируют и поэтому с радостью присоединяются к вам пробираясь ближе к припасам другие собирают скудные пожитки вливаются в караван настроение улучшилось еды по прежнему нет 140 людей собирайте ребят варлов 10 славы и караван останавливается когда толпа становится слишком большой и плотный впереди вы видите четкую линию за которой нет людей и палаток голая земля за ней утыкана стрелами этих людей и стены арберанга разделяет несколько сотен шагов открытого поля что это спрашиваете вы созадачен видом это мирная земля отвечает рядом старый воин видно что этот человек много повидал на своем веку и успел расстаться с иллюзиями люди короля не могут достать нас со стен а мы не можем достать их отсюда но с чего нам воевать спрашиваете вы мужчина щериться в непривычной попытки влыбнуться сундра убийца ну ты даешь говорит он повод у этой войны ровно тот же что и всегда у них есть то чего нет у нас у короля есть еда и крепкие стены мы голодаем и подставляем зады надвигающейся тьме я думаю им не нужны ваши зады нужно развернуться к ним лицом его слова выбивают вас из колеи выходит арберанг на военном положении мужчинах злохо хочет это мягко говоря отвечает он насколько я знаю воюют сейчас все без разбора вон с тобой шастают остатки варлов и даже беспутные коннорожденные идет борьба за жизнь кто победит будет жить дальше кто проиграет сгинет навеки его смех становится безумным и вы в беспокойстве уходите прочь так есть тренинг есть маркетка с героем ябка быки ухоженные к своим поддержкой спасибо за поддержку послушай как раз пауза миша да привет привет давно смотрю тебя в записи за счет и так спасибо за них хотел сообщить тебе об крутой комбин а вервочь котлетки плюс артефакт на отталкивание все враги что пытается подойти пропускает хода плюс к этому эрик чтобы волю резал но котлетку надо впереди стоит да короче у меня был один артефакт на отталкивание он был очень низкого уровня вот поэтому я попробовал работает но мы пока не нашли предметы которые достаточно толковые чтобы часть людей латает свои доспехи спасибо еще раз за поддержку и хорошо что ты пришел на прямой эфир часть людей латает свои доспехи другие с тревогой говорят о разных кланах к вам идет король варлов по пути осматривая поля я не меньше твоего хочу понять что здесь творится говорит он но лучше бы нам придумать как защитить свой скарб и припасы если другие кланы узнают о нашей провизии 0 0 провизи но посмотрите наверху они могут сбиться в стае видео такой прорву голодный глаз выйдя такой прорву голодный глаз вы не можете не согласиться у нас беда говорит одлы не знаю почему но другим кланам не нравится коннорожденный да и варлы честно говоря они роб ропщут я намеренно это прекратить вы думаете что делать так укрепление лесом утихомирить смытья на война скотах держит оружие на готове рядом с ним встает еще несколько барлов с поднятыми щитами все прибывающие люди осыпают их брани что здесь происходит один мужчина кричит а то что вы притащили с собой зверинец а привязать зверей не потрудились вон рядом с ним веселятся ой собаки сейчас вам и строят ржут и размахивают веревками вы слышите недовольные ворчание варлов прежде чем успеваете разрядить обстановку он говорит маленькой девочке и и зверькам надо преподать урок верно вы на стрелом бросается на вас давай нападай давай давай так ну у нас все хорошо кого берем для массовочки а у нас же ушли товарищи да у нас нет варлам конями унизим короче кони в атаку охренели вообще псы ну да их много как бы но так мне нужно двух лучниц отрезать я для этого коней наверх основная армия у нас в центре и и и вдохновляющая речь из-за плохого настроения каравана штраф сила воли минус она сейчас ой плохо только не интересно девки пляшет котлетка ранен уже немножко она все равно уроны носит конский папа 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 пил что такое так медведь на самом деле лишний то не будет медведь же тоже ходит соответственно валета появляется плюс один ход пиши просто жди и смотри как на этих упырей ушатываем это же медленно ходит ах ты пес так давай-ка верхнюю я просто травим подруга лучинцы лучники тот самый опасный папа шутся такая конечно гата ток 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 до свидания вдохновляющим это немецком как же набаха это как она пахает я вот так вот стану для того чтобы поэтому еще нашел снова вер можно вжухнуть так нет наверно вот так надо сделать понятно что я горящим шлаком там не достану по всем но зажгу что-то и по одному достану хорошо этот от это отравлена подруга на овервочи приходит отдается такие вы вы так ошиблись просто ребята наезжать на варлов это это было конечно крайне опрометчивым крайне вот такое нифига себе какой он плотный один хит пришел ай пёс ой пёс давайте страиваем этого упыря ну брони много еще ох хорош как они жарят видели как они жарят так а че там по удару копытами раз один умер даже сразу прикрою под лайф пропускает ход вдохновляем надо где-нибудь отдохнули что плохое настроение добра не доводит медведи пытается пробить но это такое не давайте я даже подойду немножко поближе чтобы было больше возможности для атаки и чтобы этот если бы входил то тоже за за задели тройка каритулечка шок шок так горящий шлак надо этому немножко хитов снять я не помню сколько мне там осталось это плотно это плотный да вроде не не плотно не плотно получится вот это плотный ох чем больше ну вы видите что она делает что творит просто что творит что творит что творит анрил пробиваю дрон хотя надо было его просто травить обилкой и все добиваем раз два еще кто-то куда-то пойдет может и благодаря барды у нас вообще нет никакой проблемы с силой воли даже перебор мне регентами особо у нее не нужен в рак там дуй 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 все полный убиваем я конечно понимаю что оскорбить коня легко но это и может быть даже и стоит иногда но не тогда когда они в нашем табуне в нашем клане а а лето не допустит ну что давайте поговорим после этого что случилось что такое воины утихомириваются а прочие кивают вам в знак одобрения как защитнику клана вы рассерженный устал обойдете в начало караван а а так я понял к чему все эти боевые построения говорит руга король отгораживается от своего народа эти кланы пришли чтобы увидеть как он выполняет свой долг вылез гад да я понял товарищ пытался меня убить как откуда он король отгораживается от своего народа эти кланы пришли чтобы увидеть как он выполняет свой долг кормяя и защищая людей для этой цели они меня и выбрали Он хохочет над вашим изумлением Я удивлен не меньше Но все равно должен поговорить с тобой наедине Вы киваете и вместе с ним входите в большую пустующую палатку Ой Зачем с ним говорить Полог палатки опускается И вы с Ругой, оба вооруженные, остаетесь одни Мне зачем деликатничать, верно? Я знаю, что ты хочешь меня убить Только когда я думаю Только когда думай о том, как ты нас предал Тогда давай внесем ясность Если из этой палатки выйдет только один из нас Поля вокруг зальются кровью Тогда говори быстро Не хочу смотреть на тебя дольше, чем нужно Руга довольно хмыкает Я не придумывал никаких историй про короля Он действительно не пускает всех нас в город Все началось несколько месяцев назад Когда он стал запасаться едой и сокращать торговлю Когда все состоятельные семьи оказались внутри Он закрыл ворота Он сказал только, что не может накормить всех Ах, да И его лучники стреляют в любого Кто подойдет слишком близко Вы внимательно следите за Ругой Обдумывая, что сказать Где вариант убить его сразу же? С какой стати мне вообще тебя верить? С какой целью ты собираешься Собручься в стену? Постой Как получилось, что ты стоишь во главе кланов? С какой стати мне тебе верить, пес? Потому что ты видишь Здесь всех этих людей Думаешь, они собрались, чтобы повеселиться? Нет, ну может быть, ты не знаешь всей истории И если ты король, и твои поданные голодают И твоих ворот Ты их пустишь, или так и будешь держать снаружи? Не отвечай Мы оба знаем, что тебе не хватило бы духу не пустить их Только если бы тебе не было известно что-то такое, что нельзя им говорить В любом случае, люди имеют право получить ответ и еду Что они Отправляли ему и защиту стен Арберанга Там неправильно прочитал Думаю, ты согласишься, что еда и стены принадлежат королевству, а не королю Как получилось, что ты такой пес стоишь во главе клана? Берсгард самый большой Был самым большим городом людей после столицы Ты не станешь наместником крупного города без определенных навыков и влиятельных друзей И что это за определенные навыки? Наместник лишь улыбается в ответ Понятно С какой целью? Именно это мы и собираемся выяснить в предстоящей битве Ты хочешь развязать войну, чтобы задать королю вопрос? Нет, я хочу развязать войну, чтобы заставить короля ответить на несколько вопросов Например, почему он оставил свой народ умирать от голода за стенами города? Войны не избежать? Наверное Через несколько часов у меня назначена официальная встреча с королем И либо мы договоримся, либо разорвем наши знамена Не удивлюсь, если тебя тоже пригласят Сундроубийца воплоти со своей армией Если так, принимай решение осторожно Его голос звучит не то, чтобы угрожающе Не совсем Вы подходите к Пологии Это Полок, наверное Полок По палатке И оба одновременно ее откидываете, чтобы Не завязалась драка Что типа вышел только один Ешки-матрешки тут поговорить Можно с таким большим количеством людей Но я пошел в маркет У меня 51 единица славы Может быть Десятый уровень Ох Два передвижения Отражение силы И три пробивания Пять пробиваний Минус пять урон силы Взять Дать человеку, который Занимается только тем Что сбивает броню Например Одлейф Потому что ей пофиг на урон силы Она либо ловушки делает Либо Но у нее там Другие темы Передвижение Отражение силы Пробивания Нид можно взять Да, нид можно взять Но передвижение ей зачем О, отбрасывание при атаках Но низкого уровня Опять же Блин Я думаю, надо брать Пробивание По крайней мере Поставим в покое Как у нас там А тренировки есть? Что ж, подходи Давай на тебя посмотрим Обучить Не, не будем Герой, герой, герой Не, нид-то низкого уровня Она все равно Этот артефакт не возьмет Можно взять Кого-нибудь Не, только Одлейф на самом деле Урон силы Да, она особо не Пробитие Пробитие важнее Пробивание Блин, у нас ушел Этот Хакан Ладно Итак, справляемся Котлетка Олетка Нормально Все Так, митинг тент Давайте поговорим А, Хакан Ннизу был? Хватит, да? Скотах и Дейдры Нервно вышагивают Держась В стороне От людей Варлов И других Коннорожденных Поблизости Патрулирует Роэх Он Коротко кивает Вам Все в порядке? Много Человеков Больше Чем мы знаем Вы останавливаетесь И окидываете Взглядом Тысячи палаток В полях И сотни домов За стенами столицы Я из небольшой деревни Мне тоже непривычно Видеть Столько людей Сразу Может быть Табун Очень большой Так много Ртов Голодных Если кто-то Умер Проще Накормить Табун Скатах Бьет Копытом Землю И издает Несколько пронзительных Звуков Обращаясь К Дейрдре Потом Поворачивается К вам Дейрдре Забывает Что мы думаем Не так Как Человеки Если ты считаешь Что большой Табун Это правильно Мы тоже будем Считать Что большой Табун Это правильно Но что ты считаешь Правильным Скатах Коннорожденный Несколько мгновений Смотрит в сторону Арберанга Задумчиво Размахивая Хвостом Мне кажется В маленьком поле Большой Табун Легается Он показывает Нарберанг Маленькие Поля За стенами Поблагодарю их За беседу Сказав Несколько слов Утешения Вы кидаете их Да Сейчас я убежусь Еще в том Что Хакан С нами Там подсказали Что я его не заметил Внизу Вот он Здесь И можно ему Десятый уровень взять Но я хотел Работаем Итак Последние Два Очка Способности У него Плюс уровни Талантов Ему нужно будет Десятку Взять Сразу же Двойной урон Сили Хорошим И заходит Опа Может плюс один урон Сили За счет того Что у него Ауешка есть Пробивание Вряд ли 20% Это больше В количественном Эквиваленте Но это стабильное число И оно может быть Как там Мне 18 Нет Давай лучше Возьмем Итак У нас с вами 20% Отразить 6 урона Сили Здоровяк 30% Уклонения От атак От атак И вероятность Уклониться По броне 20% И еще 2 Скиллпоинта Либо мы берем Отражение Восстановление Брони Или Силу воли Или Бахаем Например Уклонение Нет Уклонение Максимальное Что в уровне Здоровяк Тоже максимальное До 30% Вероятность Уклониться От атак По броне Его редко Бьют по броне Но его редко В принципе По броне Бьют Можно еще Конечно Силу воли Взять Но это не такая Эффективная Штука Учитывается Что у нас Предмет Плюс 3 К навыкам И по идее Эффективнее Взять по единичке Того чего нет Взято Взято То есть Тут надо выбирать Хотя бы Один скиллпоинт Сюда закинуть Кинь по 1 Ну понятно То есть Тут Я возьму Легкое восстановление Брони Заход Но с хорошей Вероятностью И остается Последний Скиллпоинт Который Можно вкинуть Только Увеличив Что-то Это Либо Уклонение От атак По броне Либо Восстановление Тут Тут 5% 5% Либо Бахнуть Силу воли Может быть Тебя Тебе Тебе У Левела тебе нужен Нубас. А это уже не Нубас. Пока оставим. Нубас Эрик, ага. Так, поговорим с Бардом. О Леве, или как он там? Скальд вплетает выкрашенную полоску ткани в волосы дочери, но при вашем приближении отсылает ее играть. Мы проделали весь этот путь ради войны. Если повезет, я смогу заставить их передумать. И станешь той свирелью, что остановит ветер. У тебя есть письма мне на любой случай, да? Конечно. Многие из нас бывали в похожих ситуациях и писали об этом. Нам только кажется, что наши жизни уникальны. А если мир? Не вариант. И есть у Скальдов песни на такой случай? Полно. Но я скажу тебе, что бы я сделал. Спас бы семьи, которые не могут спасти себя сами. Даже думать не хочу, что мы их жену и детей оставили бы здесь. Как будто они не заслуживают такой же защиты, что и другие. Слова Лео крутятся в вашей голове по дороге назад. Эти диалоги, возможно, помогут нам принять, сделать правильный выбор, когда мы пойдем на встречу с королем. Бывший болотник пытается выманить что-то из ямы с помощью небольшого куска сушеного мяса на веревке. Она так и остается висеть у него на боку, когда он встает, чтобы поговорить с вами. Похоже, ты очень занят. Я играю в кошки-мышки с полевкой. Как думаешь, кошки когда-нибудь играют в трюгви-полевки? Нет. Трюгви я явно разочаровываю. Есть какие-нибудь идеи, как не дать двум группам поубивать друг друга? Какие-нибудь порошки или талисманы или безумные проекты? Он запускает руку под рубаху и что-то хватает, потом замирает на секунду, отпускает то, что было в его руке и качает головой. Люди каждый день убивают друг друга. Просто наслаждайся представлением. Но если дойдет до войны, вряд ли нам позволят остаться в стране. Трюгви обдумывает ваши слова, постукивая ногтем по зубам. Он смотрит на свой палец, фыркает и плюется. Убийство королей требует много жизней. Проще вместо этого убить членов клана. В любом случае, кто-то будет восхвалять тебя, кто-то бросать в тебя дерьмо. Или ты можешь построить из всего этого дерьма огромную гору и встать на ее вершине и быть своим собственным королем. Да, он такой, он безумный. Глядя, как он снова садится на корточки перед ямой, вы недоумеваете, что заставило вас заговорить с ним. Неожиданная идея. Ооо, ну что, у нас одиннадцать сюда-сюда, не могу купить, не могу купить, не могу купить. Поехали. Только вы собираетесь пойти в большую палатку, как вас останавливает Одлаев. Ты ведь понимаешь, что там может произойти? Ее беспокойство заразительно. Может встаться, что король порядочный человек, но сомневаюсь, что он усидел на троне, потому что всегда соблюдал правила. Ты права, сперва мне нужно кое-что сделать. Одла улыбается и говорит, когда соберешься дойти, просто не лезь на рожу. Если понадоблюсь, я буду здесь, как и остальной клан. А мне больше не с кем говорить. Из палатки раздаются громкие оживленные голоса. Изо всех сил! А вот и король. Отец Лудина. Король Мейнольф. Ты молодец. Я уже не надеялся снова увидеть сына. Ну, бывали походы и попроще. Радость короля слегка утихает. Он собирается что-то сказать, но в этот момент видит вас. Кто это? Приветствую тебя, король Мейнольф. Меня зовут Олетта. И я из Когра. Лудин делает шаг вперед. Отец. Нет, отец. Это сундроубийца. Помнишь, я тебе говорил? Король Мейнольф бросает на вас взгляд и вздыхает. Сынок, познакомишь нас со своей миленькой крестьянкой? Чуть позже. Вы, Лудиноба, заливаетесь краской, но вы сдерживаете свой гнев, и король обращается к Хакану. Больно слышать, что ты потерял столько храбрых воинов, Хакан. Но скажи мне, где Кендер Юрундра Вагнир? Как я это прочитал с первого раза. Кендер Юрундра Вагнир. Ну ладно, Вагнир просто. Но Юрундр это... Всем Юрундр в чате, пацаны. Вагнир погиб, защищая твоего сына. Я был Кендером в Вагни... Ну или Вагнира после смерти Юрундра в Эйнартовте. Я король немногих оставшихся варлов. Король ничего не говорит, обдумывая эту новость. Стены твоего города – последняя надежда моего народа. Нет смысла это отрицать. Понимаю. И, конечно, ты получишь здесь пристанище. Это самое малое, что я могу... Чем я могу отплатить за возвращение моего сына живьем. Будет тяжко, но не сомневайся, мы найдем для тебя местечко. Король Мейнольф. А Лета тоже много сделала для возвращения принца. С ней немало людей. Осторожно, король варлов. Это столица людей, и мое великодушие уже на пределе. Хакан смотрит на вас и пожимает плечами. Скажи-ка, девочка, почему ты стоишь во главе целого каравана людей иконорожденных? Почему никто из мужчин не взял бразды правления в свои руки? Ох, как... Блин, ой, кайф просто. Как же у меня горит, как же у меня горит. Ох. Кланы доверяли моему отцу и научились доверять мне. Меня зовут Алетта. Хорошо. Потому что когда к тебе девочка... Хотя он может, он старик. Потому что я сундроубийца, скажи, почему мне не следует объединиться с теми кланами и дать тебе бой. Давайте тактично, максимально тактично. Меня зовут Котлета, король Мейнольф. И в чем... Катернаум поддержал ваш канал, нас на руке и сообщает. Сексизм наше все опять. Да. И в чем разница? Разница в том, проявляю я к тебе уважение или нет. Не пытайся унизить меня, называя девочкой или деточкой. Но ведь ты... Реально, он прав. Он прав, блин. Я... Я вождь клана из Когра. И мне пришлось отчаянно сражаться, чтобы спасти каждого из моих людей. Вот почему люди идут за мной. Король долго смотрит на вас и, наконец, кивает. Блин, и тут феминистки, короче. Блин, ёпрси, ты. Девочка, нельзя девочке назвать. Мне уже 75. Этой пискле лет 20 максимум. Она мне внучке годится. Это девочка, девочка. Наконец, кивает. Я вижу решимость в твоих глазах. Тебе довелось многое повидать. Не по годам многое. К сожалению, от этого число тех, кого может защитить Арберанг, не изменится. Только теперь вы замечаете, что к вам приближается Руга и две дюжины бойцов. Стражники короля смотрят с тревогой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Не ешки-матрешки. Хакан здоровый какой, смотрите. Ух! Руга. Мейнольф? Надо было убить тебя, когда была возможность. Попытка была, помнишь? Что, за Руба, что ли? Неужели Сундра-Убийце удалось уговорить тебя открыть ворота для твоих же людей? Ты никогда больше не войдешь в ворота моего города. Я надеялся, ты сдох в Берсгарде. Как получилось, что ты выступаешь от имени всех этих кланов? Ты имеешь в виду людей, которым ты повернулся спиной? Похоже, им нужен лидер, которому они могли бы доверять. Спрашиваю еще раз. Как получилось, что ты говоришь от их имени? Ты обдурил их, как и жителей того дренного городишки, которым правил? Единственный дурак здесь — это король. Остался в меньшинстве и верит, что все еще может повлиять на происходящее событие. Не вынуждая нас ломать стены. Ведь нам придется их восстанавливать, как только мы окажемся внутри. Так, напомнить им слухи о драгах. Показать на приближающейся тьму. Молчать. Бом-бом. Показать на приближающейся тьму. Сомневаюсь, что кто-то из вас сможет что-то контролировать, когда нас накроет тьма. И демоны. Демоны ночи. Я прикажу валкам и ткачам позаботиться об этом. Они что-нибудь придумают. А если у них не получится, я все равно смогу наблюдать, как этого ублюдка слезнет тьма прямо у моих стен. Вот она, истинная душа Мейнольфа, которого я знаю. Олетта, посмотри на своих людей. Там, за стенами наших людей. Им нужна пища и чистая вода, а не та трава из реки. Им нужна защита. Ты не можешь позволить этому королю лишить нас защиты после всего, через что мы прошли. Ей не надо. Я найду место для народа, соправшегося под твоим знаменем. Олетта. Олетта! Уважение, уважение пошло. Хорошие диалоги здесь. Место в городе, рядом с варлами. Этому мерзавцу здесь больше не будет места. Хватит. Вы припираетесь, как дети. Ведите себя, как положено вождя. А ты, великан, вставать на сторону короля после всего, что мы сделали ради сохранения твоего народа. Предатель! Хакен рычит и крепче сжимает свой топор. Все участники смотрят зло и напряженно. И, внимание, поворачиваются к вам. Так. Кто тут папа? Как сказал бы Ахилл. Эмадга поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миша, привет. Заканчивай играть в это барахло. Я создал короче. Понятно все с тобой. Так. Моя знамя. Моя народа. Моя единственная забота. Руга прав. Слишком многие погибнут. Ради горский текст, что внутри. Опа. Не, ругинь нельзя доверять. Ну, как бы дело не в руке. Блин, дело в руке. Ну, может его убить после того, как мы решим с королем дело? Нет, 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 нет. Король, король, король. Пароль, король. Моя знамя. Моя знамя, мой народ. Моя единственная забота. Поехали. Хорошо. Я позволю тебе и твоему каравану, и даже этим коннорожденным войти в мой город. Но только поторопись-ка. Я думал, что тебя, ну, что лучше научил тебя, Олетта. Играешь не по правилам. Этот пес что-то еще взбухает. Руга трижды трубит в боевой рог. Вы оглядываетесь и внезапно понимаете, что караван угодил в засаду. Лагерь не обнесен укреплениями, и поэтому палатки быстро начинают пылать. В них горят и люди, и варлы. Внезапно Руга хватает скрепляющий плащ узкий кинжал и кидается на короля Мейнольфа. Тот едва успевает отпрянуть, и лезвие входит ему в бок. Пока никто не опомнился, Руга скрывается за спинами своих воинов, которые бросаются... Своих воинов, да, которые бросаются на вас. Хакана и короля Мейнольфа. Вы кричите, все на стены, защищайте Кадоев! Короля и варла! Хакан признательно вам кивает, и тут начинается самая настоящая война. Канарий восьмого левела! Девочка, здравствуй! Как у тебя? Что нового? Что умеешь? Травит. Приглаждение. Приглаждает врага копьем в земле, носяет урон. Я вот эту вот коняшку возьму, восьмого левела. Пусть она броню пробивает. Наш может броню пробивать. Да, вот и ей. Урон силе. А у нее как раз она по силе специалист. Шестнадцать, двенадцать. Будет обилки кидать, что ли? Просто тогда я смогу вернуть десятый уровень всех талантов сюда, а рыбу несвежую даю ей. Хакан. Все. Олета еще один скиллпоинт. Может, вкинуть в конце концов. Уровень всех талантов не нужно. Можно, кстати, 70 на попадание, но я не помню, чтобы... Не, давайте я 70 на выживание. Котлетка все. Крит максимальный, подтвердили. Вот лайф еще два скиллпоинта, да. Стреляет точно. 80 процентов уклониться от любого смертельного. Поехали. Тичь. Просто тичь. Так. Засада, Мейнольф, ты ранен. Это просто царапина. Хотя чувство странное. Отравили его. Демон, побери руку. Собрать отряды. Я вижу только двоих бойцов, но это явно не все. И могут быть еще сзади люди. Работать. Та-дам. Не, не хочу. Преграждать путь котлетки. Два человека всего ночью. Ну, я думаю... Три человека. Ну, я думаю, что сейчас выскочит. А где остальные? А, вот еще четверо. Я понял. Это сучок, а? Ладно, поехали, овер. Зря я коняшку так далеко увел. Сейчас получится, мы сразу сходим. А, нет. Руга, когда-нибудь... Что там? А, ждем. Не, не ждем. Кто будет ходить? Да не, ждем, пофиг. Пока там подойдут еще. Столько времени пройдет. Хакан. Уроним всех талантов, двойной урон с силой. Я, пожалуй, вот к этому пойду. Подальше. И по нему аккуратненько так. Подо... Ну, просто здесь надо, чтобы на олетку подходили. А, вот так ты, пес, да, значит, действуешь. Отходим. А, приглаждение даже так работает. Но оно мне не нужно, я лучше поотравляю потихонечку. А, зачем, если у меня там пробитие? Мне надо было прострелять, пробивать броню. Как на будущее. Здесь медведь, естественно. Медведь-то наше все. Медведь-то седьмой сопартиец. С хорошей защитой. Который может, если что, прикрыть. Опа, минус один. Ну, котлетка начала работать уже. Ее бы пониже опустить уже, вот на этих трех. Подходим, воодушевляем ее. Ну, чтобы она пораньше начала на оверах работать. Успеваем еще прострелить этого упыря. То есть эти вообще не угрожают нам. Ой, заблочил! Нет! Ах ты, пес! Значит, всеми нужно наверх сдвигаться. И медведем, и конем. Хотя она все равно, вроде, стреляет. По две славы дают. Такой просто... Ну, это... Ну, это дичь. Давайте шлак сюда накинем. Просто пусть погорят. Как он подходит? Так, немножко пробить просто человек. Второй рак крит подряд. Отравленный, униженный, подбегает. Два хита, конечно. Ой! Подхожу, чтобы... Просто... Семь! Десять брони с выстрела! Предмет прекраснейший! Восьмерочка урона. Я понял тебя. Эрик больше не нужен. Медведев. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Еще штинички сейчас делаем. Так, да. О-о-о! Медведь там отбивается. Еле-еле. Да не еле-еле. Нормально все у медведя. На, лапы тьмы. Пес. Выстрел 12, потому что там брони не хватало. По недостающим наносит. И как он что-то тыкает опять с зубочисткой? Это несерьезно. Два, два, шесть, три. Этот упал. Не знаю, что с ним произошло. Наверное, яд. Овервотч. И пошли. Атака. Пробиваем. Ну, потому что этот самый последний будет ходить. Побежал и умер. Как он не сможет добраться до того? Но он может сплошануться, на самом деле. То есть вот сюда просто бьем. И так. Оп. И единичка еще по этому. Этот должен бежать, наверное, в сторону. И умрет в попытках добраться до... Не, он на коняшку внимания обратил. Хочу ей опыт получить, потому что остальным вроде не нужно. А на восьмого левела вдруг ей пригодится. Где Режух на Арчерку? Медведь не грейженый. А, нет, он грейженый. Маны нет. Вообще изялое сражение. Настоящая война, говорят. Просто изи. Король Мейнольф поднимается на ноги и отступает к стенам Арберанга. Его войска бегут навстречу. Минует короля и вступает в бой. Вы размахиваете знаменем Скогра, и клан сплачивается вокруг вас. К воротам! Кричите вы, прикрывая гул ударов топоров молотовщиков. К тому времени, как ваш караван заходит за внешнюю стену Арберанга, ворота почти поддаются. Воины Руги нагоняют и ведут с собой медведей. Отсеките их! Не то нас сомнут! Кричит король Мейнольф. Он морщится и хватается за бок, куда его пырнул Руга. Поставьте лучника за преградами. Нарожденный Хаканс, не умеешь? Вперед! Грохот битвы становится оглушающим. Восредотачивайся под... Убивать врагов. Короче, я никого не пускаю Хакана справляться. Не пускаю лучников справляться. Я сам! Я сам с усам. Ранений нет, готов воевать. Давай, нападай. Кто там? Медведи боевые, говорят, будут. Там такой клин. Ворота. Ох, медведи. Баррикады. Ой, красиво. И все же рисованные. Ё-моё. Два медведя. Ой, это не чита моим медведям. 20 брони, 21 хп. Вот этих и рыкариджуф может быть. Отравленный король. Ой, рядышком как бы мне не отравиться. Защита короля. Элитные стражники поглощают урон нанесенным на королю. Мгновенно наносит ответный удар. Неплохо. У меня король и элита. Элитный стражник. Так, расстановочка. Чего? Расстановочка изявая. Лучница впереди. За баррикадами сразу же. Одлейф здесь же. Скальд сюда. Ты сюда. Ты сюда. Стражников короля трогать не можем. Я начинаю слабеть. Руга отравил меня. Да. Защищайте короля. Убить короля. Защищать или убить? Я не понял. Что делать? И поехали враги. Ой, добегает. О-ху-ху. Клонение 33% срабатывает. Ой, не зря Хакана прокачал. Он там на шестерку, на восьмерку. 19 урона у копейщика. У них характеристики конские. Крит удар. 16 поглощения. Всю броню у медведя снял. Скилуха. Просто скилуха. Здесь вообще уже можно заливать. Заливать этими... Кто там будет дальше? Второй медведь. Мишка. Плюшевый. Мишка. Так. Шлак. Вот сюда вот шлак, пожалуй. Он добегает. И этого тоже мы покоцаем немножко. И-у-пыщ. Ой, там горим. Оп. Поглощение 8 брони. Хорошо. Медведь. Опа. Хакан. На-ка. Бах. Увесистый удар. Это было разрушающим, конечно. Так. У меня есть конь. И я готов им воспользоваться. Подходим, снимаем еще броню у этого у тырка. Без фанатизма. Просто на семерочку. Раз. Упыри подходят. Здесь мы вызываем нашего медведя. Наш медведь, конечно, слабее, но мы его все равно любим. Он блокирует. Блокирует подход. О-о-о-о. Королю плохо. Он отравлен. Воля короля. Все элитные стражи одновременно атакуют по приказу. Нет. Король у нас остается здесь. Блин, элитку надо сюда. Здоровяк. Сблокировали урон. Как же работают пассивки, когда у тебя там плюс три к характеристикам. Как он уже второй удар переживает? От одного уклонился, от другого. Ох, 36! По недостаточной броне просто ваншотнуло медведя. У всех плюс мораль. Ой, котлетка умничка какая-то. Поехали. Следующий медведь, пожалуйста. Поглощение. Погорел. И атака. Ай, на этот раз как он не сблокировал урон. Горящий шлак. Сюда, в кучу. Поехали. Горят. Оп, крит. Фигня. Как оно тяжеловато, конечно. Он берет ураган без фанатизма. Урон все равно стандартный. И пробивает двоих. Вжух! И сплэшим еще по обоим. Еще критулечка на десяточку. И тут ауешки заходить будут. Ой, какие хорошие. Так не угрожает. У этого надо снять армор. И его сейчас кем-то добить. И еще хорошо стоит котлеткам. Котлеткам. Останавливаем. Водушевляем. Скальдонец. Даже не знаю, что здесь... Как здесь лучше поступить. Наверное, в бой даже надо идти. А потому что... Кот отбиваем. Ну что у нас король. Немножко отравлен. Отлично. И овервотч, и поджигаем. А, он стреляет палец. Ой-ой-ой. Блокируй, блокируй. 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 Есть. Хорошо. Блокируй. Между мной, ГГшечка. Подходит, горит. Ну и где у... Повервотч-то? Ё-моё. Король отдыхает. Здесь три урона, к сожалению. Ой, как больно. И здесь я не подхожу из-за того, что... Хакан. Блин. Надо Хакана уводить. Или нитка в иголку вжухнуть. Но я по-своему попаду. Кто будет ходить до Хакана? Этот и этот. Не страшно. Окей, тогда овервотчу Хакана надо уводить. Раз. Сгорел на работе один. Вот Лэйф здесь зажигать должна. Драйк. По максимуму, му-му-му-му. Хорошо. Еще минус. Пробуем свалить Хаканом хотя бы на клеточку. Чтобы эти начали движение. Ой, это плохо, кстати. Сейчас пробьет меня. Сегодня у брони не хватает. Умер. Это уже плохо. Ну, потому что это ранение. Хотя на него плевать вообще. Главное, чтобы Хакан не умер. А он может вполне, потому что его уже там... С копья пробивает. Надо было этого убивать копейщика, чтобы не... Не рисковать так. Король отравлен. Забежал. Блин, пробьет у него что... А, у него просто брони много. Да, у него брони... О, ёппер, СТ. Это будет ходить потом тот. Как она может... Могут убить. Твою же, шметь. Я никак не могу помешать этому. Хотя нет, броня у него... Брони у него вроде хватает. Чёрт. Не должен пробить, если не крита нет. Есть. Всё, решил подойти. Это была ошибка. И пилот пошёл. Нитка в иголку. Добиваем этого упыря. Ладно. Раненого на него забить. Он даже особо не нужен. Его можно заменить даже. Главное, что Хакан выжил. Ему серьёзно досталось в этой битве. Короля... Защитили. Эрик получил ранение. Ты хочешь заменить мишку? Да нет. Ну, то есть, не... Можно и... Можно и оставить. Просто от него не нужна сила. Он вызывает мишку, а потом накидывает силу воли. Укреплённые ворота захлопываются за вашей спиной. Лучники на стене несут смерть каждому, кто пытается подойти к ней снаружи. Это была достойная схватка. Но... Ты знаешь... Король Мейноль с трудом втягивает воздух и опускается на колено. Он держится за рану на боку, куда его прыгнул руга. Ты знаешь, что нам никак не выдержать эту бурю. Он тянется рукой к неведомым далям, потом судорожно выдыхает и падает на землю. К нему подходят качи и забирают короля с собой. Запертые ворота и смрад смерти. От них вас тошнит, а содержимое желудка просится наружу. Я рада, что мы прошли через всё это и выжили только... Я знаю. Мы столько сражались, чтобы сюда добраться. И ради чего? Даже попадание за стены Арберанга теперь кажется пустой затеей. Всё должно было пойти не так. Мы собирались спасти всех. По крайней мере, Хакан и Варлы всё ещё с нами. Похоже, что ваша решимость придала Адлайв силу. Она глубоко вздыхает и устремляет взгляд на человека, который бежит к вам. Что теперь? Теперь? Мне бы очень хотелось взять и провалиться в сон, а потом проснуться и понять, что всё это было... что всё это был просто кошмар. Адлайв согласно кивает. Но надо готовиться к ответному удару руги. Он не остановит попыток пробиться внутрь. А ещё тут эта тьма. Юнона наказала нам держаться, пока они не завершат свои приготовления. Но как мы узнаем, когда они закончат? Да, Радан сказала, если вы выживете, то значит... Главное, да, держаться, пока тьма не падёт. Пока. Они что, собираются остановить тьму в одиночку? Они хотят попытаться, а мы постараемся дожить до этого часа. Похоже, что ваша решимость опять придала Адлайв силу. Она глубоко... Это была уже фраза. Глубоко вдыхает и устремляет взгляд на человека, который бежит к вам. Он всё ещё бежит. Мы там успели поговорить ещё после этого. Он всё ещё бежит. Прибегай. Алетта! Громко окликает вас мужчина и подходит ближе. Вы узнаёте в нём одного из своих разведчиков. Он шепчет. Толир! Там все мертвы. Все до единого. И повсюду следы копыт. Предательство со стороны жёлто-синий, помните? Его слова отдаются больно в сердце. Вы оглядываете толпу. В отличие от прочих отдыхающих воинов, Канарий и её коннорождённые вооружены и построены. Здесь они как будто не к месту. Блин, я ей артефакт на пробитие дал. Аааа, нет! Здесь они как будто не к месту, но выглядят уверенно. Вам даже кажется, что их вождь улыбается. Глава 15. В страхе сокрушай всё. Такая интрига. Ну там точно коня и ткани надо мочить. А здесь мы, наверное, вдвоём будем, да? А нет, да, втроём. Ивер и два ткача. О-о-о-о! Не, ребят, нет, 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 нет. Это в следующий раз. Пятнадцатая глава. Мы в сердце тьмы. Ивер. Пошёл с Эйвендом и... Господи, как это ткачиху-то зовут? Ну вы поняли. Пытаться останавливать тьму. Надо... Бросить кольцо, короче, с утёса, что-то в этом роде. И всё будет хорошо. Прорвёмся, не прорвёмся, бросим или не бросим. Это уже... Пять минут, пятнадцать минут. Тут игры пять минут. Конец? Конец? Ну ладно, давайте продолжим. Глава 15. В страхе сокрушай всё. Тревожная музыка звучит. Класс. Просто класс. На! Не нужно было до такого доводить. Ничего себе. Что происходит вообще? Ты... Ты убил её! Хватит, Эйвен, довольна! А они в самое сердце ткачей, что ли, пробрали и сместить? Говоришь, мы тут справимся в два счёта? Пацаны, он повёлся. Не люблю, когда меня обманывают. Узнаем в следующей части. Спасибо вам за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Всего самого хорошего. Вот из-за таких троллей. Сейчас бы доиграл. Доиграл бы. Но нет. Доиграл бы.